То, что животное разрезалось, это в древности было очень таким интересным обычаем. Животное разрезалось на две части, и огонь, или сначала они проходили между этими двумя рассечёнными половинками. То есть имелось в виду, так как эта половинка не может быть без этой половинки, только они вдвоём, точно так же мы будем тем гарантом вот этой цельности, неделимости. То есть никогда мы не поднимем руку друг на друга. То есть никогда мы не будем воевать друг с другом, потому что если мы будем воевать друг с другом или желать зла друг другу, то тогда эти половинки навсегда останутся разделёнными. То есть животное, как эта жертва, никогда не будет цельной, единой, то есть жизнь будет невозможна. Мы будем всегда разделёнными. Но мы проходим между двумя этими животными как знак того, что между нами всегда будет мир, и мы всегда будем находиться в мире друг с другом и не поднимем руку друг на друга. Причем там сказано, что возьми... А там написано трёхлетнего, да, там козу трёхлетнюю, всё. А в оригинале текста написано очень интересное слово. Возьми себе козу тройную. Да, козу тройную, этого тройного, тройного. То есть имеется в виду тот, который прошёл три круга. Три круга жизни. Три круга жизни. И поэтому животное называется не трёхлетним, буквально так не пишется, а там это называлось вот так вот, трёх... Теперь, начинаем мы с вами изучать сегодня главу, начиная с 12 главы, это третья глава книги Берешит. Глава называется Лех-Леха, то есть в буквальном смысле слова «Иди себе». «Иди себе» или «Уходи отсюда», или по-разному это можно перевести. Цеха, слова, которые здесь звучат, я бы хотел сказать, это, знаете, поэзия, вот как они просто звучат. Вот первый, сразу же первый текст, который мы с вами видим, да, и сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, в которую я укажу тебе». Вот такое звучание, такой звук есть у этих слов. Здесь есть один очень интересный момент. Лех-Леха, то есть как бы Бог повторяет одно и то же слово, да, «Уходи себе». Что значит «Уходи себе»? Сколько людей должно уйти? Вот «Уходи себе». Иду я себе, вот фраза, как мы говорим по-русски, вот «Иду я себе» и думаю. Что значит «Иду я себе»? Сколько меня идёт? Иди куда-то в землю. То есть «Уходи» Лех-Леха, уходи себе, иди себе, имеется в виду один человек. Землю, которую я укажу тебе. Здесь фраза, которая, скорее всего, неправильно переведена. Дело в том, что Аврааму Бог не называет эту землю. Но фраза, которая здесь звучит, будет звучать, правильный её перевод будет звучать не в землю, которую я тебе укажу, то есть речь идет о какой-то земле. Просто иди куда-то в землю. Но Бог обращается к Аврааму и говорит, «Уходи в землю, в которой я покажу тебя». Не в землю, которую я тебе покажу, землю, а уходи в какую-то землю, и в этой земле я покажу тебя настоящего. В этой земле ты сможешь открыться, в этой земле ты сможешь раскрыться, в этой земле ты сможешь узнать самого себя. Вот это правильный перевод вот этого выражения в землю, которую я читаю в Танах. Начинается эта история, история с Авраамом сразу после Вавилонской башни. Мы с вами, люди, которые учимся читать Священное Писание, читать Танах или читать Библию, как вам больше нравится, мы учимся её читать, учимся видеть связи, которые есть. То есть, если история с Авраамом, если Бог обращается к Аврааму и говорит, «Уйди себе» сразу после истории с Вавилонской башней, это значит, что история с Вавилонской башней повлияла, или именно благодаря тому, что она случилась, Бог обращается к Аврааму. Народ, в этой истории с Вавилонской башней люди делятся уже на народы после истории с Вавилонской башней. Теперь, что произошло? Мы с вами помним, что спускается Бог, Он говорит, спущусь и посмотрю, так ли это. То есть, мы с вами определили, что происходит. Что значит, Бог спускается? Вот так и было, что появляется с неба вниз, и не Бог по лесенкам, не на лифте спускается. А речь идёт о каком-то божественном откровении, о спуске, о раскрытии Бога в нашем мире. То есть, Бог себя показывает, если очень грубо говорить. Бог себя в этом мире показывает, и когда Бог себя показывает, человек, люди, все, которые жили в одной системе, начинают каждый видеть своё индивидуальное, своё лицо, начинают сами себя определять. Мы с вами можем предположить, и, скорее всего, так и было, что Авраам тоже был одним из участников, одним из строителей вот этой Вавилонской башни. Теперь, в чём, как мы с вами думаем, есть ли вообще сходство между историей с Авраамом и историей с Адамом? Вот Адам, первый человек, и всё, что с ним произошло, и Авраам, да, то, что с ним произошло. Есть ли что-то общее, как по-вашему, между двумя вот этими историками? Если вы сейчас так, у вас глаза такие, глаза такие, мы говорили о каянии Анохи на прошлый раз, а сегодня я говорю вам об Авраам и Адам. Есть ли что-то между ними общее, что их могло бы объединять? То, что Бог обращается к обоему. Ну, Бог обращается к Ноаху. Да. Ну, здесь буду я, чтобы с землёй, чтобы с ним... Как по-вашему, то, что и там, и здесь, Адам там, и Авраам здесь проявил нетерпение и съел от дерева, и то, что в нашей истории Авраам проявил нетерпение, ведь он столько лет ждал сына, и когда Сара предлагает ему наложницу Агар, он как бы с радостью ухватывается за эту идею. И там Адам не сопротивляется, когда жена ему предлагает, допустим, и здесь мне её дал, и Авраам не сопротивляется, когда Сара предлагает ему это. И второе, второе, то, что между ними может быть общее, это то, что я увидел, что нам сегодня просто это необходимо для нашей беседы. Второе, это то, что как бы, как Адам там в саду отстраняется от своей жены, говорит, я, я ни при чём, это она. Ты мне её дал, это с ней, у неё проблемы, у меня сара. Здесь то же самое, Авраам как бы отстраняется от Сары, когда в Египет они спускаются, и он говорит ей, не говори, что ты мне жена, то есть, что мы одно целое, да, а скажи, что ты мне сестра. Да, мы близкие родственники, но мы не одни целые, потому что одно целое – это муж и жена, согласно тексту, но не брат и сестра. Вот эти два пункта, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Это история, почему всё-таки он не говорит, просто уходи из своей земли. А он обращается, а он... Мы с вами ещё раз подчеркну и повторю, мы учимся читать текст. Когда Бог обращается к человеку и говорит, иди себе, это значит, что Авраам в себе уже имел это желание уйти. Где мы ещё видим такую ситуацию? Дальше. Когда Бог, когда Моше, да, ему предложили послать разведчиков в землю и исследовать эту землю, хороша ли она, какие там сложности, или как там к ней подойти, сказано, что и понравилась Моше эта идея. Понравилась Моше эта идея. И поэтому потом Бог обращается к Моше и говорит, пошли себе разведчиков. Пошли себе. То есть, так как в тебе уже есть это желание, так как это желание в тебе есть, и оно тебе нравится, и ты желаешь следовать этому желанию, а это значит, пошли себе. То есть, Авраама уже была внутренняя готовность к уходу. Нарушить Бога к нему бы не прозвучал, потому что Бог не может нарушать в кавычках, в кавычки беру эту фразу, если вы помните, была такая книга Соловьёва о Хаджи на Средине «Нарушитель спокойствия». Да. Очень хорошая и смешная, и очень такая добрая книга. То Бог здесь никогда не выступает как нарушителем спокойствия жизни человека. Если человек живёт так, как ему удобно, да, он как-то пытается его настаивать, вразумить и так далее, но так, чтобы взорвать изнутри его жизнь, кардинально изменить, без того, чтобы человек сам участвовал в этом, без того, чтобы человек сам этого хотел, Бог так не поступает. Это не его метод, не его способ. Но, как мы с вами дальше увидим, этот способ всё-таки оказался для Авраама настолько радикальным, настолько сильным, настолько мощным, что Авраам сам не мог сразу определить и понять, что же ему делать. Мы с вами это дальше увидим из этой истории. Когда он обращается и говорит, «Уйди от своей земли, значит, уйди от своих желаний, от всего того, что в тебе теплится, чего ты хочешь больше всего, от всего того, что ты задумал. Вот как ты видишь, как ты планируешь свою жизнь, это оставь, отвлекись, потому что у тебя другая дорога. Уйди от родства твоего». Что такое родство? Родство – это твои привязанности, это то, к кому или к чему ты привязан. Родство – это ещё и твои привычки, от того, к чему ты привык, как у тебя жизнь, как она устроена и так далее. И дом отца, из дома отца своего. Что такое дом отца? Дом отца – это культурное, религиозное наследие, это традиция внутри семьи, потому что человек не зря назван мужчиной, не зря назван в Библии в первых главах Захар. Захар на иврите – традиции, но слово «зикарон» тоже от этого слова означает память. То есть мужчина – это хранитель памяти, хранитель традиции предков. И поэтому дом отца – это дом твоей традиции, дом твоего наследия. И вот от этого ты должен уходить. Как по-вашему, первое, что с самого начала можно сказать об Авраме? Какой он человек, исходя из этой главы? Или просто исходя из того, что мы знаем об Авраме? Вот первое. Как по-вашему, Аврам исполнил заповедь почитания родителей или нет? Что имеется в виду? То есть, когда однажды к Иисусу подошел человек, Христос к нему говорит, оставь все и следуй за мной, тот ему говорит, подожди, позволь мне прежде похоронить отца моего. Теперь, отец совсем не значит, что отец был в тот момент. Как говорят западные люди западного взгляда, что вот в тот момент уже мертвый был отец в доме, и этот человек ему говорит, подожди, да, я пойду похороню отца, и вдруг Христос так вот жестко. Конечно, нет. Во-первых, если бы отец был в доме, семь дней этот человек не имел бы права выходить вообще из дома. То есть, речь идет о каком-то будущем. То есть, когда юноша сказал Христу, что позволит сначала похоронить отца, он ему сказал, дай мне фактически какое-то время. Вот мне нужно какое-то время. Все. Сколько? Год, два, три, пять, двадцать? Мы это не знаем. Сколько проживет отец, грубо говоря, да? Ну вот, и так далее. Теперь, почему я говорю, что Авраам не исполнил заповедь вот этого похоронить отца своего? Исполнил или не исполнил заповедь? Не исполнил. То есть, когда, грубо говоря, откуда уходит Авраам? А с какого города? Из города Харана. Когда он уходит? Из Ура. В этот момент отец его уже умер или не умер? Нет, вместе с отцом ушел. Вместе с отцом он ушел из Ура, из Вавилона. Из Ура. Из Вавилона. Но, то есть, когда мы просто так читаем текст, мы видим, одиннадцатая глава заканчивается так, что и умер... И жил... Где это вы видите? И жил Фара сколько-то лет, и он умер. Вот, двадцать шестой стих. Двадцать пять лет. Когда Фара, то есть Терах, жил семьдесят лет и родил Авраама, и Нахора, и Арана, и жил он двести пять лет. Все годы его жизни было двести пять лет. Когда он родил Авраама, ему было семьдесят лет. Вопрос. Когда Авраам уходит... Когда он уходил, увидит, что Авраам выходит из Харана, когда ему было семьдесят пять лет. А значит, его отцу было сколько лет? Сто сорок пять. Сто сорок пять. Сто сорок, потому что семьдесят лет отцу было, когда родился Авраам, а отец еще был жив. То есть, он оставил отца в Харане. Безусловно, отец был жив. Потому что, когда он ушел, подчеркиваю, когда он уходит из Харана, отцу было сто сорок пять лет. А отец прожил еще, сколько там, шестьдесят лет. То есть, он ушел, оставил отца и ушел. То есть, первое, что мы видим, это Авраам не исполняет заповедь почитания родителей. Это первое. Теперь, в отличие от, допустим, Ноаха, о котором прямо было сказано, что он праведник, об Аврааме не было сказано, что он праведник. То есть, мы не понимаем, почему Бог выбирает Авраама. Нет причины, по которой Бог выбирает Авраама. По какой причине, много чего. Потому что Адам был первым человеком на этой земле. По какой причине Бог разговаривает с Ноахом, потому что Ноах был праведник. По какой причине Бог обращается здесь, к Аврааму, мы не знаем. А потом же мы видим. Да, потом мы видим много чего. Но сначала мы не знаем. Теперь третий текст. И очень-очень глубокий. «И я благословлю благословляющих тебя, а проклинающего тебя проклину». То есть, благословляющих тебя будет много, а тот, кто проклинает тебя, будет мало. «И благословятся в тебе все семейства земли». По-русски там написано «племена». «Благословятся в тебе все племена земли». Теперь, «благословятся в тебе». Что это значит? «Благословятся в тебе семьи земли». То есть, когда все семьи земли, и не сказано, что они народы, семьи, откалываются откуда в тебе. Когда они будут частью тебя. Когда ты сделаешь их частью своею. Когда они будут внутри тебя. Внутри твоей миссии. Внутри твоего учения. Внутри твоей уже традиции. Потому что у Авраама тоже возникает потом своя традиция. Потому что без традиции невозможно ничего. Когда протестантизм откалывается от католичества, бунтуя, протестуя против традиций католических, нам не нужны никакие традиции. Со временем случилось так, что у протестантизма возникли свои традиции. Потому что без этого человек жить не может. Не может жить человек без традиции. Никаким образом. Это то, что свойствует, то, что сопутствует, то, что идет вместе, вместе с человеком. Но здесь употреблено такое слово, «благословятся в тебе». Слово «благословятся» – еще «браха». Это слово «браха» – благословение. Слово «браха» связано еще и со словом «источник воды», то есть «бассейн». «Благословятся» – значит «буду». И были колодцы, были источники. И всякие будут, да, и после дождя собиралась вода. И к тебе будут приходить, да, из тебя они будут пить все семейства земли. Но здесь стоит слово не «браха», а очень синоним этого слова. То есть однокоренное с этим словом «авраха». «Авраха» означает «прививка». «Прививка». То есть не то, что «благословятся в тебе». Да, это слово подразумевает это благословение. Но когда к тебе привьются народы, когда они к тебе привьются, когда вы будете одним народом. То есть ты будешь народом, а они будут семьями внутри этого народа. То есть здесь Бог уже закладывает или говорит о той системе, которая будет дальше в человечестве. Это империя, то, что идея империи. То есть один народ, например, Советская империя, да, всем вам близко и свойственно. Один народ, который называется Советский народ, но внутри этого одного народа есть семьи, друзины, я не знаю, украинцы, там еще и так далее. Внутри есть служение. Внутри, да. То есть один народ, народ один, но внутри этого народа есть семьи. Вот это идея, которую здесь Бог внушает, предлагает или говорит, что для тебя именно такая система будет действована и будет свойственна. Четвертый и пятый тексты звучат следующим образом. Внимательно, внимательно послушайте. Четвертый и пятый текст. То есть если Бог Ашем обращается к Аврааму и говорит, уйди от твоих желаний, то есть от твоего видения, от того, как ты видишь построение мира. Ведь мы дальше узнаем, что у Авраама были ученики. То есть он видел, как дальше строить мир при помощи учеников, потому что до этого было сказано, что Сара была бесплодной и не могла родить. Ну и то же, что была бесплодной, это понятно, что не могла родить. Но зачем текст? Почему текст говорит дважды одно и то же? Во-первых, говорит, что бесплодная – это бесплодная. Во-вторых, не могла родить то, что они уже свыклись с этой мыслью. Они согласились с этой мыслью, что но Авраам понимает, что он несет в мир какую-то миссию. Значит, нужны последователи. Поэтому он берет кого? Учеников. Но здесь Бог полностью в этой голове, Бог полностью ломает, в кавычках беру это слово, все-таки, его представление о том, каким должен быть народ, который происходит от Авраама. Это должны быть не его ученики просто, а это должно быть все-таки идеей национальной. То, от чего Авраам отходил. Он не видел свою миссию в мире как идею национальную. Он видел то, что сегодня называется космополитизм. То есть, это то, что я распространяю идею единобожией среди всех народов. И все. Пусть будет одна большая религия, которая одинаково смотрит, в более или меньшей степени одинаково смотрит на Бога. И пошел здесь Бог ломает. Дальше мы видим, в чем дело. Теперь. И пошел Авраам. Итак, возвращаемся. И сказал Ашем Аврааму, Лех-леха, уйди из земли твоей, иди себе. Смотрим на результат. И пошел Авраам, как сказал ему Ашем. То есть, как он пошел? Как сказал ему Ашем. То есть, как? Один. Ашем ему говорит, уйди один. И пошел Авраам, как сказал ему Ашем, и пошел с ним Лот. То, что Лот пошел с ним, как бы это от Авраама не очень-то и зависит. Как все говорят, увязался за Авраамом. Такое слово. Ну, что поделаешь. Авраам пяти лет и семидесяти лет при выходе его из Харана. И взял Авраам в сарай, жену свою, взял Авраам. И Лота, сына брата своего, взял, да? И все имущество, которое они приобрели, и души, которые они сделали в Харане, и вышли. Текст, и в страну Хананскую. И пришли в страну Хананскую. Эти два текста, четвертый и пятый, полностью противоречат друг другу. Сначала мы видим, что он пошел один, как сказал ему Ашем. Тут же, в пятом тексте, взял с собой жену. Ну, ладно, жену, жена женой. Можно сказать, что муж и жена одна. Кто? Да. Но Лота взял, имущество взял, всю душу, которую они сделали в Харане. Что значит души, которые они сделали в Харане? Люди. Люди. Ученики не купили. Ученики. Душу сделали. Понимаете? Душу. То есть, делать душу на языке всего Танаха обозначает оживить, сделать живым. А когда человек с душой живой? Когда он следует, когда он видит, чувствует, понимает идею одного живого Бога. Когда он следует одному живому Богу. Потому что идолопоклонники, но душами живыми, не называются. Но душами живыми называются те, которые осознают свою связь с одним, с единым Богом. Поэтому души, которые они сделали в Харане, может обозначать учеников, которых они приобщили к этой идее единобожия. Теперь. Зачем все-таки Авраам берет с собой жену, Лота, имущество и учеников и уходит? Во-первых, кто ему сказал, что нужно идти в землю хананскую? Ведь Бог просто говорит, той землей, я укажу тебе какую-то землю. Земля не называется. Откуда Авраам знает, что нужно идти в землю ханан? Откуда знал? Нет, мы не видим откровения. Мы видим все, кроме этого слова. Откуда? Кто? Внимательный читатель. Кто? Возвращаемся назад к 11 главе и видим, Авраам делает Терах, отец Авраама. Он берет из Ура, Халдейска, Ура Каздим, это Вавилон. Он берет с собой Авраама, берет сарай, жену и так далее, и так далее. И идут куда? В ханан. Идут в эту самую землю. Просто, когда они дошли до Харана, а почему-то Терах остановился. По какой-то причине, мы не знаем, почему он... Многие комментаторы пишут, что он там умер. Ничего он там не умер. Авраам выходит без него. Мы с вами это видели. По какой-то причине. Возможно, именно в Харане, когда Бог обращается к Аврааму, Авраам говорит об этой идее своему отцу, и у них произошло разногласие. И поэтому Терах не захотел идти дальше с Авраамом. Может быть. Мы это только область предположений. Мы не можем точно знать, это так или это не так. А Авраам все-таки, взяв с собой Сару, имущество, лота, и идя в землю Ханан, продолжает исход отца из Вавилона. Разошлись, понимаете, он продолжает. Несмотря на то, что они разошлись в каких-то моментах, мы не знаем в каких, тем не менее, он продолжает. Авраам что делает? Первая его ошибка. Он пытается, он пытается соединить, совместить ту идею, которую ему Бог дает, иди один, с той идеей, которая в нем уже была, уходить вместе со всеми и там делать большую, грубо говоря, говоря сегодняшним языком, делать большую религию. В слове религия нет ничего плохого, поверьте. Это просто, оно настолько истоптано, затоптано, это само слово, что сегодня кажется, ой, это очень религиозно, это очень нехорошо, это очень плохо. Большая часть людей выступает против этого слова, это религиозность, это все там, типа, что. Но, само слово это неплохо. Знаете, сегодня затоптано слово любовь на каждом шагу, и Бог знает, и Бог знает, что под этим словом, что только не подразумевается под этим словом. Однако мы продолжаем понимать всю ценность и важность этого слова. Слово религия, я уже много говорил сегодня, еще раз, латинское. Это латинское слово, да, религия, латинское слово, и происходит это, есть такой, был такой латинский глагол, религаре, религаре, вот здесь корень лего, лего, лего обозначает, знаете как, вот, когда ты что-то строишь, камень, камень за камнем, вот сегодня, я приводил вам пример, и вам сразу все станет понятно, детский пример, конструкторы, когда ты из них строишь дом, конструкторы называются лего, нельзя, они просто так называются этим словом лего, это латинский корень, когда ты из этих кирпичиков, камешков, что-то строишь, что имеется в виду строй, когда ты восстанавливаешь потерянную связь с Богом, потому что рэ, рэ, лигия, рэ, это восстанавливание, рэ, эволюция, там, рэ и так далее, когда ты восстанавливаешь потерянную связь с Богом, когда человечество начинает ощущать, чувствовать, внутри себя, это восстанавливание, Нет, сказал ему Господь Бог, как сказал ему Господь. А потом Авраам выходит с Сарой своей женой. То есть, чтобы вас долго не мучить, Авраам выходит дважды. Сначала он вышел один раз, дошел до какого-то места, мы не знаем, дошел он до страны Хананской, или он остановился на полдороге, вернулся, мы не знаем. Но что-то с ним случилось, что-то с ним произошло. Видимо, по дороге он о чем-то думал и думал, что нет, все-таки без того, что вместе со мной жена, лоты и так далее, ученики, я не смогу достигнуть миссии, может быть, я не так воспринял слава Бога, он возвращается, берет с собой их и уже второй раз уходит вместе с ними. Поэтому мы с вами видим четвертый и пятый текст, вот такие разные, которые здесь нам с вами обозначены. Пока, по тому, где мы с вами остановились, есть какие-нибудь вопросы? Нет. «И покажу тебя, и произведу от тебя народ». То есть, пищевое слово. Покажу. Да, Авраам, создам из тебя народ. Адам, был ли Адам первым человеком, скажем так, современное слово используем, монотеистом? То есть, был ли Адам первым человеком, который был человеком единобожия? Нет. Был ли он первым? Нет. Если нет, тогда кто был? Ну, это что-то, что-то, на определенное. Ной был единобожником. Его сын Шем, Сим, Сим тоже был единобожником. Конечно, Авраам не был первым. Авраам не был первым. Он не придумал единобожие. Он не придумал единого Бога. Да? Но Авраам, Авраам заложил идею, и дело не в том, что Бог один или их много. Авраам в эту идею монотеизма вложил совершенно другое понимание. Его монотеизм этический. Сейчас скажу, что это такое. То есть, не просто многие верят, что Бог один и больше никого нет. Но его монотеизм, монотеизм единобожия Авраама, это этический монотеизм. Было то, этика. Монотеизм, который основан на морали. На морали. Мораль важна. Иметь внутренние моральные качества, иметь совесть внутри себя. Это очень важно. И не только. Чтобы долго мы с вами на этом не останавливались, мы пойдем дальше. Но новое, принципиально новое с Авраамом было то, что Авраам должен был стать народом единобожником. То есть, если раньше праведники были, но это были единичные случаи, Ноах был праведником, Шем, его сын, был праведником, Авраам, может быть, был праведником. Но идея о том, что весь народ должен быть праведником, вот это было большой новостью. Весь народ, который внутри, из которого народ, который должен был бы произойти от Авраама, весь народ должен был быть народом праведником. Вот это святость должна включать целиком народ. Должна быть интегральной частью всего. Голод. Это было принципиально новым в этой идее Авраама. Вопрос для внимательных, особо внимательных читателей. Для чего Авраам спускается в Египет? Есть другие варианты? Может, заранее посмотрел на Египет? Его поколения все равно 400 лет должны быть. Пока он это не знает. Не знает. Но Бог скажет же. Скажет позже. Пока не сказал. Дело в том, что вот эта фраза здесь ключевая. Там не единобожие многих ногертов они с всем леви. Где? В Египте. Не было единобожие. Нет. Авраам про Египет мы увидим позже. Про Египет мы узнаем позже. Мы идем постепенно. Когда Авраам туда вошел в Египет. Египет уже было тысячу лет, две тысячи. Цивилизация Авраам появилась. Да. Вы абсолютно правы. Но мы пока не дошли до этого. Мы сейчас только к этому подходим. Мы только к этому подходим. Внимательно. Еще раз. И двигался Авраам, идя и продвигаясь на юг. И был голод в стране. И спустился Авраам в Египет пожить там, потому что тяжел голод в стране. Во-первых, зачем два раза говорить, что был голод в стране? Когда тебе два раза говорят об одном и том же, вот мы сегодня уже говорили про сарай, да, жену Авраама, почему два раза сказано, что она не могла иметь детей? Это значит, что здесь сидит... Да? И что, еще что-то тебе хочет сообщить текст. И когда здесь два раза тебе говорится, что был голод в стране, это обозначает, что был не только физический голод. И то, что Авраам, если внимательно, кто из вас внимательно вот примерно знает вот эту карту, да, мы увидим такую вещь. Авраам находился в земле Ханаан, да, и спускался и продвигался к югу. Куда это к югу? Что находится ниже земли Хананской, южнее? Египет. Египет. Только Египет. Юг для страны Израиля – это Египет. То есть, прежде чем, прежде чем Тора говорит нам, что был голод, мы видим, что Авраам уже шел в сторону Египта. Он уже, его глаза уже были направлены, он ушел из Вавилона, но его глаза уже были направлены. А так как Бог видит внутри него желание идти в сторону Египта, он его как бы подталкивает еще, придает ему смелости, храбрости. Как? Создает голод в стране. И тогда Авраам не то, что хочет, а еще и к тому, что он хочет, он еще и вынужден спустить с Египет. Дело в том, что вы знаете, что слово «голод» – это не значит, что кушать было нечего, что деревья не росли, деревья повысыхали, фруктов не было, овощей не было, или стадо овец не было, коз не было, то есть мяса не было. Все было. Но мы с вами знаем, что Библия называет голодом, только недостаток чего-то одного, какого-то одного продукта. Вот когда вот этого чего-то одного нет, тогда это голод. То есть твой стол может быть завален чем угодно, но если у тебя на столе нет чего-то одного, то тогда это голод. И это хлеб. Безусловно. Потому что у слова «хлеб», у понятия, самого понятия хлеб – очень глубокая, очень важная нагрузка. Теперь, почему, и вообще, если мы дальше увидим, то все движение вот этих трех праотцов, а отцами в еврейской традиции называются только трое. Авраам, Ицхак, Яаков. Вот эти трое называются отцами. Муше не назван отцом, хотя кто как не он отец, да, кто как не он как бы родил этот народ, да. Но он назван учителем. Учителем. Но эти трое названы отцами. И вот все вот это движение вот их трех этих отцов, да и дальше других учителей и так далее, это движение между двумя цивилизациями. Это движение. Это движение между Египтом и между Вавилоном. Между Египтом. Они постоянно. Все пять цивилизаций, южной цивилизацией и между северной вавилонской цивилизацией. Почему? Мы с вами… Это очень глубокий вопрос. Это очень интересный и очень глубокий вопрос. Для того, чтобы его понять, нужно прочитать всю Тору, все пять книг, да. Я предполагаю, что вы это уже сделали. Когда-то давно в своей жизни, лет, да, много назад, да. Если я вас прошу, есть народ Израиля, у всего, что на свете есть, у него есть родители. Есть мать и есть отец, да. Двое, всегда двое участвуют в рождении чего-то. Когда во мне проявляется, рождается даже какое-то чувство, у этого чувства всегда два родителя. Теперь вопрос мой. Как, по-вашему, Израиль? Кто его… Ты убедил, да. Как произошли народы Израиля? Не народы. Израиль – это один народ. Как выделил? Не выделил. Не выделил. Вопрос. Кто является отцом и матерью народа Израиля? Я всегда хотел бы, чтобы вы точно, точно, чтобы вы точно услышали вопрос, потому что если вы не поймете вопрос, то вы не сможете на него ответить. Я хотел бы, чтобы вы ответили на мой вопрос, а не на то, что вы услышали в этом вопросе. Я прошу ответить на мой вопрос. Кто является отцом и матерью народа Израиля? Отцом и матерью. Я уже назвал. Вы невнимательны. Я назвал. Вавилон является отцом народа Израиля. Вавилонская культура, вавилонская религия, вавилонская традиция. Является отцом. Как мне текст намекает, что Египет может быть, да, матерью этого народа? Потому что они там были в плену домов. И? А кто был в плену у своей матери? А кто был в плену матери? Ну, вспоминаем. Исход. От Израиля все увезли. Десять казней. Что такое казни? Это родовые муки. Что такое, когда море расступается? Это отходят воды. Что такое, когда народ проходит между водами? Никакое не крещение. Это рождение народа. Здесь описываются родовые муки. И описывается рождение этого народа. Это символически, безусловно. То есть, Египет является матерью. Но, как тогда, вот это, для того, чтобы мать родила, да, мы с вами прекрасно понимаем, что вот это семь, это зерно должно попасть в Египет. Поэтому Авраам приходит в Египет, поэтому Яков приходит потом в Египет, живут там какое-то время, это период вот этих девяти месяцев, скажем так, хотя прошли годы, да, 210 лет, даже больше, но это символически, вот это девять месяцев, которые народ находится внутри, вот внутри Египта. И потом происходят удары, то есть, родовые муки, и потом народ рождается. То есть, поэтому сегодня, к примеру, Вавилон – это культура лунная. У них лунный календарь. А Египет – это культура солнечная. Там солнечный календарь. И так как ребенок берет качество и отца, и матери, да, то сегодня в современном Израиле, уже, ну, не только, ну да, в современном. Календарь какой? Смешанный. Лунно-солнечный. Смешанный. Лунно-солнечный. Там два новых года. Весной и осенью. Это по лунскому обычаю, а весной по солнцу, по уже… То есть, что такое по солнцу? Не то, что по солнцу, а по расцвету, когда все расцветает, это весна наступает, да? Хотя, да, оно основано на полнолунии, да, или потом на свежей луне. Но идея сама двух календарей, да, да и не только это. Я вам уже говорил, что, например, современные месяцы, израильские, это 12 месяцев, да, это они все полностью вавилонские месяцы. Все полностью. Вопрос, как можно было вообще понять и как можно было вообще принять? Ведь каждый месяц это название вавилонских богов. Мархишван, я не знаю, еще. Как можно было назвать месяца внутри святого народа, месяца языческих идолов, языческих богов? Как можно было интегрировать это в свою культуру и свою религию? А вот как раз потому, что ребенок берет и от отца берет, берет и от мать. То есть мы с вами, когда написано, что Адам, что Авраам шел и устремлялся к югу, мы уже видим его движение в эту сторону. Из вавилона он вышел, но теперь он прекрасно понимает, что это семя, вот это зерно должно попасть в нужную почву. Поэтому он идет туда. Да, случилось не совсем так, как он предполагал, безусловно. Для чего Авраам, для чего вот это стремление Авраама к Египту, мы уже с вами частично, конечно, определили, но есть известная фраза. Фраза, она толмудическая, и звучит она следующим образом. Поступки отцов – это пример для их детей, для их сыновей, если быть точным. Маосе, а вот симан лебаним. Вот так звучит эта фраза. То есть, так как Израиль потом попал в Египет, можно понять, как. Так как Авраам пошел в Египет, значит, и народ потом повторяет его путь и тоже идет в Египет. И вместе с Луаком символически Авраам заранее идет в Египет, потому что его народ потом попадает в Египет. То есть, здесь сложно определить, кем является Авраам – причиной или следствием. И такой вариант возможен, и такой вариант возможен. Когда они спускаются в Египет вместе со своей женой Сарай и вместе с Лотом, мы видим очень интересную фразу. Он обращается к Сараю своей жене и говорит ей какие слова? «Ты очень красивая, моя сестра». «Вот увидел я». А что, раньше не видел? «Вот увидел я, что жена ты какая?» «Красивая». «Красивая и сейчас могут меня убить ради тебя» и так далее, и так далее. «Скажи, что?» «Ты моя сестра». Читаем, как написано в оригинале. «Скажи, пожалуйста, сестра моя ты». «Я сестра моя». «Я сестра моя». «Очень странная фраза, очень корректная». «Скажи, что я твой брат». «Или скажи еще что-то». «Скажи, сестра моя ты». Значит, во-первых, для чего Аврааму было нужно, чтобы она назвалась его сестрой? Как кажется, мужем назовется или сестрой назовется? Убьют и в том, и в другом случае, если так вот подумать. «Если бы жена была, милая?» «Нет». Смотрите, в то время существовал на всем Востоке, и Египет не то, что подчинялся, а туда тоже дошли вот эти правила, закон царя Хамурапи. Если кто-то слышал, закон царя Хамурапи – это первый известный кодекс вот этого царя, то есть первые правила жизни, грубо говоря, каноны, правила, по которым древнее общество могло существовать. Иначе, если бы не было каких-то законов, тогда мир пришел бы к хаосу, безусловно. Если девушка, он решил, но у нее есть брат или отец, то торговаться насчет нее нужно было или с братом, или с отцом. О том, чтобы взять ее в жены. То есть сколько нужно заплатить, грубо говоря, отцу или брату для того, чтобы выкупить ее, для того, чтобы эта женщина, эта девушка стала его женой. Поэтому он решил называться братом. Хотя это не совсем, это не было неправдой, правда? Это не было неправдой. Теперь фраза «Сестра моя, ты». Если мы с вами обратимся к книге-притче, конечно, в оригинале, мы увидим такую же фразу. Притча 7.4. «Скажи мудрости, сестра моя, ты». «Скажи мудрости, сестра моя, ты». А теперь это ответ на вопрос. Почему, для чего Авраам шел в Египет? Мудрость. Он шел взять ту мудрость, которая была на той моменте. Но единственной, наверное, цивилизацией. Ну, может быть, я не знаю, что касается Индии на тот момент, не знаю. Но это другая культура все-таки. Но здесь Египет был той цивилизацией, которую Авраам хотел интегрировать, то есть включить, принять в свою идею, в свои взгляды на мир, на Бога, на единобожие. То есть он шел туда за мудростью. Позже его потомок вынесет оттуда эту мудрость. Кто? Муше. Муше. Все вынесет, да. Не только Муше. И мы видим, что Авраам выходит из Египта полным, то есть наполненным. А в оригинале сказано, и Авраам тяжел очень. Что такое тяжел? То есть нагружен, чересчур нагружен, да? Авраам богат скотом и серебром и золотом. Что значит и серебром и золотом? Почему сказано и серебром и золотом? На самом деле, это Арии, которые говорили такую вещь. Так как в пустыне израильтяне построили и вылили, скажем так, себе золотого теленка, в пустыне, это обозначало их жадность. Их стремление к богатству, к приобретению, вот такое хорошее русское грубое слово, к хапанию, захапать все вместе, это признак их устремлений, к деньгам, грубо говоря, к золоту, к богатству. На самом деле, это абсолютно неправильное понимание вообще восточной культуры, потому что золото для Израиля в этой культуре не является символом денег. Символом денег является как раз серебро, а не золото. Потому что серебро на иврите звучит как кесов. На современном иврите кесов – это деньги. И серебро, и деньги в том числе. То есть, серебро является символом богатства. Вот если бы они вылили не золотого, а серебряного теленка, тогда да, тогда мы... Культурным богатством обращение было к золоту. И то, что здесь Авраам выносит серебро и золото, а в нашем представлении это одно и то же, и то богатство, и то богатство, да? На самом деле нет. Серебро – это, да, богатство материальное, а золото – это, да, богатство, но другое, другого уровня. Назовите это культурным богатством, назовите это духовным богатством, назовите это каким угодно другим богатством. И вот это то, с чем выходит Авраам оттуда полностью насыщенным. Золото еще и в Библии, в Танахе – это признак или знак царя. Это первое слово «царь», которое связано с Авраамом, где мы с вами можем видеть. То есть само слово «царь» не упомянуто, но есть слово «золото» по отношению к Аврааму. К Аврааму дальше мы с вами видим, что это показатель или признак царя. Внимание, 13.5. И так же у лота, идущего с Авраамом, был мелкий и крупный скот и шатры. Почеркиваю, мы с вами учимся читать текст. И так же у лота, идущего с Авраамом, во-первых, так же. Можно понять и так мелкий и крупный скот и шатры. Что такое шатер? Ну, в буквальном смысле я не имею в виду. Понятно, что палатка. Что такое шатер еще? Шатер – это дом. Шатер – это дом. Что такое дом для человека? Дом для человека – это кто? Уже прямой намек. Дом для человека – это жена его. Можно сказать, что у него были шатры, можно сказать, что у него уже были жены. Это раз. Первое понимание. Кроме физического, я имею в виду. Второе. То, что у него был мелкий и крупный скот, здесь подразумевается… Что такое мелкий и крупный скот? Не просто одно учение вместе с Авраамом, а шатры. То есть, у него были учения свои к этому моменту. То есть, к этому моменту выхода из Египта, вот в нем окончательно что-то укрепилось. В нем окончательно что-то укоренилось. Он окончательно стал себя считать учителем, который так же, так же… То есть, вместе с Авраамом. То есть, Авраам, да, но я вместе с ним. Помните фраза выражения «ходил Ноах с Богом?» Есть. Авраам ходил перед Богом, Ноах ходил с. То есть, вместе с. Здесь то же самое видим. Лод посчитал себя на одном уровне с Авраамом. И поэтому посчитал нужным, так как у Авраама были наложницы, мы потом это выясняем. Мы не знаем до этого, но мы выясняем это. Египтянку, там появляется наложница, которую называют Агарь. Хагар, так звучит это имя в оригинальном звучании. Хагар. И мы видим, что она была египтянкой. И когда Сарай, ну я сейчас опережаю, конечно, события. И когда Сарай предлагает Аврааму, мы начали, кстати, с этого, кто был в самом начале, тот это помнит. Предлагает Аврааму Агарь, египтянку, Авраам соглашается. Тут же не споря, как Адам соглашается тогда, когда, когда. Почему? Потому что его внутреннее движение в сторону Египта начинает расцветать. Он тут же опять обрадовался. Это зацепки. Схватиться вместе с Египтом, что-то создать. Потому что, ну, не будем опережать события. Вернемся. А почему все-таки этот Египет его так вот привлекал? И не понесла. Вы знаете, интересно, интересно что? Знание, знание, было мудрость, было... У вас как будильник сейчас включился, да? Нажал кнопку, надмивает. Любовь? Мудрость здесь. Значит, знание, это было главное. Мудрость была главной, да? Каждый человек внутренне ищет вот это знание. Какое-то знание о самом себе, о Боге, о человеке, о том и другом. Знание было как бы расплывчато, вот размыто, как бы оно растеклось повсюду. Но Египет, Израиль называет его, в Торе он называется Митсраим. Это очень интересное слово. Слово Митсраим по-русски это Египет. Кстати, не знаю, почему называется Египет по-русски. Я не вижу пока корневую связь. Может, я просто никогда не думал об этом. Но Митсраим от слова цур или цура. Слово цур или цура обозначает, ну, с одной стороны, притеснение, тесноту. Вот когда тебя давят со всех сторон, прижимают, сжимают, тиски, может быть, да? То, что рабство, они невыносимо было в рабстве, потому что настолько давление было высокое. То есть, с одной стороны, слово цура обозначает форма. То есть, можно сказать, что у знания, которое было повсюду вот так вот, в Египте оно приобрело форму. Это знание. У этого знания уже появилась форма какая-то определенная. То есть, не просто размывчь, я просто примерно знаю, что такое любовь. Ну, у меня очень такое знание, что такое любовь, может, это... Но когда у меня знание о любви приобретает какую-то форму, я уже могу более или менее ее анализировать, более или менее ее исследовать. И Египет дает пищу для размышления Авраама. Поэтому он стремится туда, в то место, где как бы скопилось, вся мудрость земли. И Авраам ищет этого. То, что его стремление к Египту, да, оно есть вообще. Это показывает его стремление к духовности. То есть, Авраам не был материальным человеком, которого интересовало, сколько килограмм картошки даст моя земля. Или сколько овец у меня родится в будущем году. Мы с вами видим, что Лот... Тора всегда у их отношения 60 к 40 или как-то больше или меньше, но... Лот, да, у Авраама совершенно другое. Но Лот себя считает на одном уровне вместе с ним. Вот здесь очень интересная фраза. Я хочу, чтобы вы здесь были очень внимательны. «И не понесла их страна». Я читаю в нормальном переводе 6.11. 13 глава 6.11. «И не понесла их страна». Это очень интересные слова. Вообще Тора всегда употребляет очень интересные слова. По-русски это почему-то смазано, сглажено. Как-то вот обыденный текст. Не ужились вместе. «Не понесла их страна, чтобы жить вместе». «Потому что имущество их было велико, и не могли жить вместе». «И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лота». «Ах, она ней!» «Пусть не в стране». «И сказал Авраам Лоту, пожалуйста, пусть ссоры не будет между мною и между тобою». Я специально останавливаюсь, уже я вам даю ответы. Потому что если я быстро пробегу, вы проглотите эти фразы. «Пусть не будет ссоры между мною и тобою, и между пастухами моими, и пастухами твоими». То есть изначально спор какой-то уже между ними внутренний есть. Хотя он не вылился во что-то. Мы не видим его, они не обозначили его. Но так как между ними уже что-то было, а между пастухами спор – это уже следствие. Это уже как бы проекция, тень того, что существовало уже между ними. «Потому что люди, братья, мы. Ведь вся страна передо мною. Перед тобой отделись от меня, пожалуйста. Если я налево, то ты направо». И так далее. «И двинулся Лот от востока» в русском переводе. Сказано «двинулся Лот на...» И отделились друг от друга. Давайте постепенно подойдем к этому очень интересным предложениям. «И не могли они жить вместе». Почему? Потому что не понесла их страна. Потому что имущество было их очень и очень большое. Теперь «Лот уходит от Авраама после Египта». Мы с вами уже увидели вот эту фразу, что «так же и Лот, шатры, скот мелкий и крупный». Кстати, в этом отношении скот – это тот, кого Лот как пастух пасет. То есть, если Лот – это пастух как учитель, то мелкий и крупный скот – это его ученики, более зрелые и менее зрелые. То есть, те, кто только-только прибились к нему, допустим, в том же самом Египте. Потому что из Египта, как мы с вами видим, Авраам выносит не только золото и селебро и так далее, но и людей, в том числе вот эта египтянка Агар, которая по, согласно традиции, была дочерью фараона. Но это просто мидраж. То есть, здесь Аганка хотят показать какое-то высокое предназначение или высокое происхождение вот этой девушки Агар. Теперь, почему здесь нужна вот эта фраза? Что за спор был между ними? Можем ли мы из этого текста определить, какого рода или чего касался вот этот спор, на основании чего они спорили? А конкретно, так, здесь есть версия скот, есть версия земля, есть версия еще какая. Смотрите, внимательно еще раз прочту, и вы увидите. И был спор между пастухами скота Авраама, здесь он пока Авраам, и между пастухами скота Лота, а Ханане и Призеи тогда живут в стране. Это не зря сказано. То есть, был между ними спор, а вот эти два народа тогда жили в стране. То есть, спор их касался именно этих народов. Вот мы не сошли к этим народам. Почему? Спор. Слово спор, здесь использован, знаете, юридический термин. Дальше это слово, это слово рив. Он дальше будет использован, когда Моше со своими вот законами и так далее, скажет, что если у кого-то возникнет тяжба, то есть судебное дело между вами. Что такое тяжба, судебное дело? Это когда речь касается не каких-то моральных, вот мы не сошлись там в характер, у нас вот мы морально, но как по-разному. Нет. Когда речь идет о судебной тяжбе, речь идет о чем? Всегда о каком-то конкретном имуществе. Спор был о каком-то имуществе и вот об этих двух народах, которые уже там жили к этому времени. Да? В чем здесь дело? А Лот вместе с Авраамом слышит фразу, или от Авраама он ее узнает, что потомство твоему я даю... У меня с вами... Лот видит, что Авраама детей нет. Кто является потомством Авраама? Лот. Он его племянник. Он его племянник. А раз потом, что твоему земля, а потом, что это я... Значит, чья это земля? Моя. Это земля моя. Все. У меня уже свои ученики. У меня свои пастухи даже есть. Почему? Потому что это как... Знаете, как самый главный, а вот ниже него идут, допустим, тысячи начальники, которые следят за мелким скотом, допустим, если о скотоводстве речь идет, да? По пастухи. Все уже есть. И теперь, так как эта земля вся моя, я буду решать, где пастись моему скоту. И не имеет значения, что эта земля принадлежит вот этим двум народам. Это они здесь пасут скот, это их земля юридически. Не имеет значения. Я, это моя вся земля, мне Господь Бог сам ее подарил. И я буду решать. Авраамам было в том, что нет, позиция Авраама в отношении к Лоту была, нет, нельзя так относиться к людям. В этом идея, как я уже вам употреблял, сегодня употребил, вот это слово, как уже говорил вам, идея этического монотеизма. Не просто идея того, что Бог один. Да, ну вот я верю, что Бог один, и все, я ему буду молиться, ему буду храмы ставить, синагоги, мечети или что-нибудь другое. А этический. То есть нужно служить Богу еще и по совести. Нужно служить Богу еще и по справедливости. А по совести и по справедливости их нельзя отвергать. Потому что да, Бог дал мне эту землю, но они тут живут, они люди. Нельзя их отодвигать в сторону. Нельзя ими пренебрегать. Нельзя с ними не считаться. Нельзя этих людей считать за какой-то скот, который можно вот так вот легко сплавить, сдвинуть и вот так вот выгнать или еще что-то. Вот в чем был спор, принципиальная разница двух взглядов, двух позиций. Позиция логики, что хочу. Позиция Арама, да, моя земля, но делаю не что хочу. А еще и смотрю на свою совесть. А еще и правильно отношусь к людям. С уважением отношусь к людям, которые там живут. Которые живут вместе со мной и будут жить вместе со мной. Вот это разница двух взглядов. Дальше здесь Авраам говорит фразу, которая его очень характеризует. Потому что люди, братья, мы. Теперь, в Торе нет знаков припинания, казнить нельзя помиловать, мы не знаем, где здесь ставить запятую. То есть, он имеет в виду, что только мы, люди, братья, то есть, ты родственник, племянник мой, значит, у нас братские отношения, то есть, родственник, родственные отношения. Или же Авраам вообще имеет в виду, что все люди братья. И это больше соответствует взгляду Авраама, потому что в его понимании, в его сознании все люди братья. Лот уходит на восток. Так пишется в русском переводе, я больше чем уверен, так пишется еще в русском переводе. Лот уходит на восток. Но, в оригинальном тексте сказано, что Лот уходит с востока. Микедем, с востока. Теперь, почему переводчик переводит на восток? В данном случае переводчика очень даже можно понять. Дальше землю, о которой идет речь, она, да, восточнее. То есть, да, но Лот уходит на восток. С востока? А потому что слово кедем на иврите, и здесь уже Тора тебе говорит, что если я тебе говорю, что с востока, а уходит на восток, это обозначает, что слово восток нужно понимать не в прямом его смысле. А у слова восток еще одно есть очень важное значение. Слово восток обозначает, что имеется в виду? То, что Лот, несмотря на то, что физически уходит на восток, но он уходит от изначального единства с Авраамом. Вот это между ними изначальное единство теряется и разрушается. Все. Отныне Лот окончательно идет своей дорогой, Авраам окончательно идет своей дорогой. Все. И вот это одно слово микедем с востока вот столько много может нам с вами... Не переживайте, пусть звенит, что угодно. Не обращайте внимания. Пусть звенит, ничего не мешает. Дальше. Смотрите, какая... Да. земля горошалась водой, она как сад господин. Что-то эдемский сад имеется в виду. Да, да. То есть это сравнение. Сравнение, которое имеется в виду, что земля была настолько привлекательна, настолько плодородна, настолько красива. Это... На что среагировали его глаза. На то же самое, на что хава, стоя у дерева, знания добра и зла, то же самое. Она увидела, что дерево красиво. Здесь подчеркивается... Настолько описывается, что вот эти две реки точно как в саду. Как будто мне было вот это предание, Где безусловно? Как было в саду именно? Безусловно. Дело в том... Как будто сад это реальное. Безусловно. Смотрите, психологически, несмотря на то, несмотря на то, что человек, да, ушел из сада, несмотря на это, изначальная память о том, где он был, в человеке всегда подсознательно присутствует. И человек всегда стремится вернуться туда, где он был, стремится вернуться к тому хорошему этапу своей жизни, который он потерял. Почему люди с годами, люди с годами более и более начали с тем, что это произошло с каким-то добрым, светлым чувством, потому что это было то время, где они себя чувствовали хорошо, где они себя чувствовали комфортно, уверенно, вот как-то по-доброму, вот какое-то теплое чувство остается. То же самое у первоначального человечества была память о том месте, который они потеряли. Ведь не так много времени прошло от того момента, когда человек потерял, разорвал свою связь вот с этим. Потому что все, что связано с садом, внутри человека связано подсознательно с самим Богом. И тяга к этому саду, где все красиво, хорошо, и Господь Бог ходит внутри и присутствует во всем, это тяга подсознательная к самому Богу. Это душа, которая стремится к себе самой. Потому что что такое душа? Моя. Душа человека. Это то, что как бы откололось от Господа Бога и живет как бы отдельно. И то, что подобное стремится к подобному, маленькая всегда капля, на Востоке очень хорошая есть фраза, капля всегда стремится к океану, попасть в океан. Или почему река всегда течет к единству, кому к единому целому. Ведь река сама по себе не является единым целым. И не зря этот мир устроен так, что каждая река стремится не сама по себе, а стремится к океану. Она впадает в океан. Это значит, что все стремится к изначальной цельности. И так как река, в отличие от озера, всегда в движении, это символ человека, который всегда должен находиться в движении. Но не просто в движении абы куда, а в движении к единству, к изначальному единству. А лод здесь напротив отходит. Вообще лод, конечно, темная лошадка, это человек с одной стороны да, праведный, но с другой стороны мы видим, что его праведность как бы зависит от чего-то. Как праведность Ноаха зависела от чего-то, зависела от поколения, в котором он живет. Было бы другое поколение, он бы не был таким праведником. Также и с лодом то же самое. А сейчас и об этом говорит его имя. Имя лод обозначает занавеска, покрывало. То есть мы не знаем, никак не понять, кто же там скрывается. Вот что за человек? Что ты за человек? Я никак не могу вас раскусить. Помните, не надо меня кусать. Я не могу вас раскусить никак. Вот это идея лота. Видите, мы с вами дошли сравнительно до, ну, что такое, третья глава, всего лишь лях-ряха, но сколько типов людей мы уже увидели. Типов людей, категории людей. Смотрите дальше. Четвертый, четырнадцатый текст, тринадцать-четырнадцатый. Ашем сказал Авраму после отделения от него лота. Мы с вами не видим, мы с вами не видим, что Ашем, то есть Господь, входит в жизнь Аврама заново и что-то ему говорит, пойди в Египет, там, отдай Сару. Кстати, мы не поговорили о том, почему же все-таки Аврам поступает вот так. Почему он Сарай жену свою как бы отдает, как бы жертвует ею и отдает вот Египет. Вы видите, многие люди, в общем-то, серьезно критикуют Аврама за вот такой поступок. Как ты мог рискнуть, а вдруг бы, а вдруг. Тут как написано, ты понимаешь, что подочеретаж такое впечатление создается, что он потратил там богатство и так далее. Вот, создается такое впечатление. И вы... Вы сказали, что это как бы ради мудрости, что оно... И вы частично правы. Вы частично правы. Почему? В чем ваша правота? Дело в том, что Аврам по отношению к Сарай, жене своей, это все равно, что дух по отношению к душе. Потому что душа это... То есть мужчина это дух. А жена его женщина это душа. То есть по-русски это хорошо звучит. Что такое душа? Душа это дух женского рода. По-русски. Дух это мужского рода, а душа то же самое. Да? Да. Женского. То же самое. И то, что он отдает Сарай Египту это символ и знак того, что он отдает свою душу Египту. Он вкладывает всю свою душу в эту цивилизацию. Возможно, невозможно, а скорее всего у него определенные планы на эту цивилизацию. Но так как его план не срабатывает, потому что он должен стать не просто человеком, космополитом и все должны стать один и одним единым народом. А идея заключается в том, что Авраам должен стать сам народом. Он сам должен стать сначала. Вот идея национального сначала должна сформироваться, потому что я могу влиять на другие народы только тогда, когда я сам народ. Я как человек на народы повлиять не могу. Для того, чтобы я мог повлиять на другие народы, я должен стать такой же, как они, я должен стать тоже народом. И когда я становлюсь народом, тогда да, я могу влиять на другие народы. Семьи и народы. В чем отличается семья семьи от народов? Что такое семья и народы? Вот смотрите, русские, белорусы, украинцы. Это одна семья, но три разных народа. В чем разница? В чем выражается, что они разные народы? Какое слово здесь важное? Политически они разные. Несмотря на то, что они одна семья, но по политическому признаку это разные народы. У них разные президенты, разные государи, разные священники, разные, разные, разные. Понятно, да? То есть здесь входит в мир, еще раз, входит в мир слово политика. Авраам должен стать в каком-то смысле политическим лидером. А без народа это невозможно. Авраам пытается стать одним человеком, вокруг которого должны собраться его ученики. Но ученики, но потомство твое, конкретно дети, конкретно те, кто из тебя произойдет. И у Авраама, еще раз хочу сказать, ничего с этим не получается. Душа его же возвращается к нему, как бы не тронутая. То есть никому она, Египту она была не нужна в таком состоянии, в котором она находится сейчас. Ты должен измениться для того, чтобы она была нужна другим народам. А пока ты не изменился, она не нужна другим народам. И поэтому душа возвращается к нему. Но здесь, после того, как Лот отделяется, Ашем снова, Господь, снова начинает разговаривать с Авраамом. То есть пока Лот был с ним, Господь как бы молчал, ничего не говорил. Потому что если бы Господь обратился к Аврааму с каким-то словом, то это касалось бы и Лота, который вместе с ним. Но Лота нужно было отрезать. Вот он изначально, правильно? Мы уже говорили, у Авраама была определенная позиция. Господь имел в виду, что из тебя самого, от тебя произойдут твои дети, и из них будет народ. Авраам же и Сара смирились с тем, что у них детей нет и быть не может. А народ-то должен откуда-то быть. И он берет с собой явного своего потомка, как бы, не тоже потомка, а родственника, наследника. И поэтому мы уже говорили, Лот воспринимает все сказанное в свой адрес. То есть, мое все. У него нет детей, значит, все мое. Но и он хочет из своих учеников, и из Лота создать вот этот общенациональный, такой вот, какую-то структуру общенациональную. Но здесь, и возможно, да, Лот был надеждой Авраама. Пока он держал его рядом с собой, он был какой-то надеждой. А вдруг с дать с детьми не получится? Бог-то сказал, из тебя произойдет народ. Но поди, знай, как это понимать. Поэтому он всегда держал его при себе. Но когда Авраам увидел, что позиции настолько разные, настолько надежды на Луи, и они расходятся, Авраам сам предлагает Лоту разойтись, то теперь да, вот теперь все, ты готов. Ты как бы отрезаешь. Здесь уже в образном, в прообразном смысле Аврааму дается обрезание. То есть ты уже должен отрезать от себя Лота. И Лот был той частью, которую нужно было от себя отрезать. И тогда, и тогда, когда Авраам избавляется от своей надежды на Лота, звучит снова голос. Этот голос Господа обращенный к нему. Мы с вами уже сегодня упоминали царя Хамурапи. Как по-вашему, здесь мы видим где-нибудь, этот царь где-нибудь упоминается в Библии? Откройте 14.1. 14.1. Не-не, первое. И было в одни... Стоп. Это и есть царь Хамурапи. Потому что Амрафел и Хамурапи – это один и тот же корень. А-М-Р-П. Слышите? А-М-Р-П. А-М-Р-П. Это и есть Хамурапи. Нет. Амрафел – царь Шумера, сказано. А это Вавилон. Хамурапи был царем, лидером Вавилона. Да. Здесь на вас вопрос, на вас вопрос может быть только два ответа. Первое. Первый ответ, он будет чуть-чуть шире, чем второй. Первое. Шумеры не были семитами. Шумеры пришли из Индии. Это часть людей, которая пришла из Индии. И фактически шумерская цивилизация – это индийская цивилизация. Сегодня у нас очень важное отношение к шумерам. Сегодня мы считаем шумерам чуть ли не единственными, цивилизованными вообще. Да, безусловно. Безусловно. То, что шумеры уже… Земля… Во-первых, Земля могла называться шумерской как бы не сейчас, а потом она будет называться шумерская. Понимаете, что имеется в виду? То есть, очень часто я с Якова, мы увидим… У меня просто очень много сейчас образов всплыло. Я не знаю, за какой взяться. Я тут же картинку увидел. Значит, Яков называет то место Бейтель, а имя – место там Улуз. Да. Только потом он назвал. Но это слово Бейтель мы встречаем раньше. Почему? Ведь только Яков позже его назвал. Но Библия, которая как бы заранее называет это место уже так, как оно будет потом называться. Поэтому Земля шумерская называется сейчас не потому, что сейчас там шумеры, а потом этот кусок земли будет называться шумерским. Это первый вариант прочтения. Второй вариант прочтения. Второй вариант прочтения связан с тем, что Вавилон Рам должен был интегрировать в себе две цивилизации. Эту он впитал, но ему нужна была вторая, потому что он прекрасно понимал, что ребенка создают двое. И в его сознании должны были соединиться две цивилизации. Шумерскую или по-другому Вавилонскую он, да, впитал, но ему нужна была другая. Потому что он был призван быть центром, который соединяет в себе две противоположности. Потому что Вавилонская цивилизация и Египетская – это две противоположные цивилизации. Хотя бы уже потому, как мы сказали, что Вавилон был лунной, то есть цивилизацией, а Египет был солнечной цивилизацией. А Врам соединил в себе эти две цивилизации. То есть ему нужны были две цивилизации. А так как Индия является очень далекой от Торы цивилизацией, культурой, в большом смысле слова Тора ее пока не рассматривает. Потому что часть этой индийской культуры, да, пришла, чтобы Ур образовала там шумерскую цивилизацию. Все равно, хоть так, хоть так, но Индия все равно вклинилась в библейское повествование. Но это, скорее всего, потом. Мы не знаем, в тот момент Земля называлась шумерской или потом ее назвали шумерской. Но просто она сейчас заранее называет Землю так, как она потом будет называться. Да. Слово Ур, слово Ур, это слово Ур имеет два значения на семитском языке. Или Ур, или Ор. Это слово можно прочесть как Ор, это свет. А с другой стороны Ур, это огонь. Да, то есть, фактически Бог, обращаясь, говорит ему, что я вывел тебя из света халдеев, из огня халдеев. То есть, это такой свет, который тебя пожрать может. Понимаете? Настолько сильный, настолько яркий, или настолько не твой, может быть, да, что ты вынеси какую-то часть этого света, да, из Египта. Что такое? Вот, чтобы вы поняли, что я хочу сказать, почему Израиль называется избранным народом. Вот по какой причине? Слушайте, избранный. Значит ли это, что он лучше шумеров? Значит ли это, что он лучше ассирийцев? Значит ли это, что он лучше египтян? Совсем не значит. А в чем избранность? Избранность. Монотеисты. Я вам скажу, что идея единобожия, мы уже с вами сказали, была задолго до Авраама. Слово избранный звучит очень интересно, очень красиво. Когда Бог дальше обращается к Израилю, Он говорит, что вы удел Мой среди других народов. Вот это слово удел, или еще иногда его переводят как вы избранные среди всех народов. Вот это слово удел, очень красивое для понимания, и очень важное для понимания того, что значит избранность. Это слово сгула. Сгула. Современно с тем, что мы можем быть более точным. Это слово сгула. Слово сгула на иврите обозначает, чтобы быть более точным, склад. Такая комната, такое помещение, где все собрано. То есть, в этом и есть избранность еврейского народа. То есть, вы, Израиль, выбираетесь, избираетесь из всех других народов, не потому, что вы лучше, не потому, что вы хуже, а потому, что у вас есть призвание. Вы должны собирать все лучшее, что есть в других народах, в других цивилизациях, брать это, интегрировать это в свою культуру, в свою религию, и быть тем народом, который соединяет в себе, совмещает в себе все другие народы. Для того, чтобы каждый народ, который увидел бы вас, увидел бы в вас что-то свое. В этом и избранность народа Израиля. Мы же это обсудили. Мы это обсудили 20 минут назад. Да я знаю, но я не понял до конца, что почему он хотел избавиться. Потому что он мог стать наследником. Не мог стать, а Лот себя так и видел наследником. А так как Лот видел себя наследником и продолжал оставаться вместе с Авраамом, значит Авраам, если он не может от Лота избавиться, тогда все его надежды на потомство будут связаны именно с Лотом. Тогда Авраам навсегда оставит идею, что от него может кто-то вообще родиться, пока Лот с ним. А когда Лота нет с ним, и ни одного родственника нет с ним, а Бог говорит, от тебя произойдет народ. То есть Бог как бы сужает Авраама. Авраам до этого смотрел очень широко на свою миссию. Очень, чрезмерно, излишне широко. Привычек от своих, возвращается к нему и говорит, оставь все, уйди от своих привычек, от своих желаний, от того, как ты видишь мир. Это все оставь. Сузь свой взгляд. Сузь. Сделай его уже. Не надо распыляться вот так. Ограничь. Все испытания, которые потом происходили и с Авраамом, и с его сыном, кстати, хороший вопрос, и с его сыном Ицхаком, и с его сыном Яковым, все испытания были связаны с чем? Каждый из них, из трех вот этих праотцов, был носителем какой-то одной категории. Всего эти три категории. Их вообще десять. Поэтому являются десять речений, десять слов «да будет свет», «да будет вода», «да будет тверь», «да будет», «да будет». Десять ударов по Египту, да? Мы привыкли к слову «казни», но буквально стоит не «казнь», а «удар». Но слово «казнь» — это как-то Бог как бы казнит кого-то, как на плаху, знаете, голову отрубает. Нет, там-то есть слово «казнь». Десять ударов четких, таких вот, нацеленных по Египту. Почему десять? А потому что десять свойств, десять качеств есть в человеке. С другой стороны, есть десять главных качеств, при помощи которых Творец раскрывается. Или по-другому, десять ключей, которые могут раскрыть Творца в этом мире. И Авраам, Ицхак, Яков являются тремя из десяти ключами, при помощи которых Бог себя проявляет в этом мире. Авраам — это знак или признак хэсет, так называемая милосердие или милость. То, что с приходом Христа стали называть благодать. Первым представителем благодати в Торе — это Авраам. Не Христос принес благодать, или с ним вот теперь появилось слово «благодать». Нет. Представитель вот этого хэсета, вот этой благодати был Авраам. И его испытание... Хэсет... Ещё раз говорю, это глупо и абсурдно. Не в том, чтобы он как-то поверил, что у него может быть сын. Это очень примитивно. Это очень примитивно для такого человека. Но испытание его заключается в том, чтобы Авраам понял, «Твоё милосердие, твой хэсет не может быть безграничным, не может разливаться для всего мира, не может разливаться для всех. Потому что у каждой реки должны быть свои берега. Должны быть свои границы. Иначе река выливается из берегов и затопляет весь мир. Ведь если бы каждому... Я вам приводил этот пример, он, наверное, лучше всего показывает. Он очень тоже примитивный, да, но он просто показывает, что если человек совершает убийство и к нему милосердие и милость, ну ладно, давайте его... Вот мы тебе милосердие отпускаем и свободу. Он пойдёт опять убьёт, он пойдёт опять ограбит, то есть он поймёт, что можно делать безнаказанно всё. Мы уничтожаем этого человека. Мы портим, мы уничтожаем этого человека. Но когда я ограничиваю свою милость, да, и вот для того, чтобы у Авраама мог родиться Ицхак, который является представителем такого качества, которое называется гвура, ну мы об этом поговорим, когда дойдём до Ицхака, это второе качество называется гвура, то есть ограничение. Когда Авраам научится себя ограничивать, тогда рождается сын его Ицхак, потому что я не могу родить того, чего во мне нет. Пока внутри него нет Ицхака, понимаете, нет ограничения, вот это милость. Пока он видит мир, что всё, все люди братья, всё широко, вся милость, всё-всё-всё. Вот так он видит мир. Но Бог постепенно сужает его. Сначала отсекает от него учеников, потом отсекает Лота, потом отсекает Египет, потом отсекает то, другое, третье, десятое. Отсекает потом Агар, отсекает Ишмаэля и так далее. И в этом было испытание. Сможет ли он, сможет ли он идти тем путём сужения, которое ему предлагает Бог или нет. То есть он должен родить в себе Ицхака, родить в себе ограничения. То есть Бог как бы берёт его большую милость и постепенно напильником вот так вот спиливает, спиливает всё ненужное, чтобы осталось главное. И тогда рождается уже, когда с Авраамом вот это случилось, тогда рождается уже Ицхак. А когда рождается у Ицхака Яаков, ведь его жена тоже была бесплодна какое-то время, потому что он тоже был признаком сужения, ограничения. А нельзя быть признаком вот так вот всегда ограничивать себя. Нужно уметь соединять в себе качество Авраама, вот эту широту, и качество Ицхака, уметь ограничить себя. И тогда рождается Яаков, Тиферет, красота, грубо говоря. Это то качество Яакова, которое он в себе получил. Что такое Тиферет? Это то качество, которое знает. Давайте. А когда нужно проявить строгость? Давайте слушаем внимательно. Давайте послушаем вопрос. Когда они хотели разделиться Авраамом, с Лотом хотели разделить. Если ты выберешь, говорят, правую сторону, пойдешь на... А если выберешь, это до того или после этого? До чего до того? Ну, они еще не разделили, вот то, что вы сейчас говорите. Они сейчас разделение идет. Мы сейчас говорим, мы закончили на том, что Авраам и Лот расходятся в разные стороны, и тогда Авраам слышит голос. Теперь, если Авраам говорит, если ты налево, то я на... Что имеется в виду? Дело в том, что в то время... Спасибо за вопрос, это очень важно. Дело в том, что в то время то, что мы называем сегодня Палестиной, было поделено, и сказано, что его разделено на две сферы влияния. Одна сторона, скажем, сторона долины, которую выбирает Лот, ее контролировал Вавилон, а горная местность ее контролировал Египет. И так как Лот выбирает низину, долину, вот это Сдом, Амура и так далее, он выбирает, еще раз показывает, что его взгляд на мир все-таки то старое Вавилонское, которое тогда было у Авраама. Авраам же выбирает египетскую все-таки сторону, египетская сфера египетского влияния. И это еще раз показывает его устремление. Даже вот эти сферы влияния, на которые они расходятся, еще показывают его устремление. То есть он вынес Вавилон внутри себя, он его переработал, он его осмыслил, а теперь ему нужно было второе свойство, второе качество. Лоту Египет не нужен, потому что он представитель одного качества. Не нужно мне два. Такой раздел. Понимаете все? И поэтому происходит вот такой раздел. То, что он говорит, если ты туда, я сюда, это значит, мы всегда будем поддерживать, я всегда буду тебя поддерживать, даже не думай. Как правая рука поддерживает левую. Куда бы ты ни пошел, пойдешь ты слева, знаешь, что я справа. Пойдешь ты направо, знаешь, что я слева. Я всегда смогу тебя поддержать, и дальше мы это видим. Да, они друг друга все равно. Они живут свиньи. Не может быть. Неужели? Он его племянник. Он его племянник. Племянник. Да. А вот когда, когда, этот, но все равно, Авраам же дал выбор Лоту. Да. Лоту дал выбор, предложил выбор. И это говорит о бесконечной, вот, знаете, нещедрости, может быть, да, щедрости, но вот есть такое понятие, вот величие духа, величие души. Он ему сказал, знаешь, что, мамочка, ты вообще кто? Ты вообще откуда? Возвращайся в Харан или вообще в Ур, сиди там себе и не рыпайся. Мне дана земля или тому? Вот так и они же велик духом. Что он это не говорит? Потому что, потому что он говорит, люди, братья, мы. Потому что братья не должны так поступать друг с другом. Не должны сказать, говори другу, а пошел бы ты, а не пошел бы ты. Братья поступают по-другому. Хорошо, выбери одну сторону, а то, что останется, выберу я. Все-таки они же, опять же, Лот вернулся. Никогда после этого они не объединились. Никогда после этого они не объединились. Никогда. Авраам, да, пошел его спасать. Авраам, да, его спас. Безусловно. Но никогда они после этого не шли и ходили вместе. Все. Этим закончилось. Нет, он же пришел к нему перемириться. Кто пришел к нему перемириться? Где вы это видели? Вы поищите, а я продолжу. Поещите. Поищите, где это написано, а я продолжу. Да, он его спас. Конечно. Безусловно. А чем? Ниже и ниже. Давайте вернемся. И было во дни Амрафео. То есть, это было во время царя Хамураби. То есть, Авраам был современником вот этого царя Хамураби и во всем Ближнем Востоке, не только Ближнем Востоке, а ниже, это уже 14. И ниже, и ниже мы видим сферу влияния, сферу влияния этого царя Хамураби и его законов, общепринятых законов царя Хамураби. Авраам освобождает Лота. Когда Авраам освобождает Лота, сколько было человек, он взял с собой Авраам? 300, 318, да? 318. Для чего мне эта цифра дана? Когда мне дается какое-то число, что это значит? Этого числа какая-то еще и другая нагрузка, помимо того, что их было, да, 318. Дело в том, что 318 это числовое значение слова имени Элиезер. Тот, кто был помощником Авраама. Элиезер. Элиезер. С другой стороны, слово Элиезер обозначает Бог мой помощь или Бог моя помощь. То есть, фактически, то, что Авраам идет с таким количеством людей, 318, уничтожает пять царей с их войском, потому что немыслимо, да? Фактически, Туалати здесь намекает, что он это сделал при помощи Божьей. Вот как это случилось. Не при том, что он силу свою там имел такую невероятную силу, не потому, что у него лучники были лучшие на всем Ближнем Востоке, не потому, а просто лишь потому, что помощь Бога, присутствие Бога было вместе с ним. Иудея, что случилось там внутри, как однажды Бог, когда осинийцы стояли у ворот Иерусалайма, когда там погибли и так далее, вдруг, почему-то, Израиль, грубо говоря, иудеи пальцем не пошевелили для того, чтобы воевать с ними, но однако внутри войска что-то случилось, они свернули свои, грубо говоря, монатки и ушли опять в Осирию. То же самое возможно, что-то случилось здесь, какое-то чудо случилось или еще не чудо, слово чудо не совсем, оно корректно в данном в данном случае, но случилось. Другое дело продолжим. Когда они, когда Авраам завоевывает эту землю, когда он побеждает, выходят вот эти цари с дома в долину Шаве. Сказано, долина называется Долина Шаве, она долина царя. В Новом Завете, в книгах Нового Завета мы встречаем эту долину. Она называется Поток Кедрон. Это и есть то место, где Авраам однажды стоял в следующее вот этих самых царей. Почему мне говорится, что эта долина называется Долина Шаве и она долина царя? Какая мне разница, как называется эта долина? Какая мне разница, чья она долина? Раз мне текст говорит что-то, намекает на что-то, это обозначает следующее. Так как Авраам был признан сделать из себя не просто семью одну, которая влияет на весь мир, это невозможно, а должен был сделаться народом, у которого должно было бы быть политическое влияние на другие народы, потому что политика это один из самых сильных способов влияния, другое дело, как его используют, но это сам по себе один из самых сильных способов влияния на другие народы. То здесь, когда Авраам становится на равных со всеми царями, это значит, что он на правах завоевателя, на правах один ряд. То есть, он теперь владелец всей этой земли, потому что по древнему восточному обычаю, если я завоевываю эту землю, то я становлюсь ее царем. Все. Если я даже не родился в доме у царя, и если я не сын царя, я как бы не могу стать царем, то здесь текст тебе говорит, так как он завоевывает, он становится на один ряд. Это значит, что Тора призывает его стать царем над этой местностью, которую он победил. Дальше мы видим, что Авраам отказывается. И мы увидим последствия того, что Авраам отказался стать царем. Отказался взять политическую власть в свои руки и отказался влиять на эти народы. А Малкицедек царь Шалема вынес хлеб и вино, а он священник или коин у Бога Всевышнего, а он священник Эль-Эльон. Бог Всевышний это Эль-Эльон. Это говорит Малкицедек, когда выносит Аврааму в эту долину царей хлеб и вино. Что он делает? Как он поступает по отношению к Аврааму? Благословение. Он предложил все взять с этой земли? Что есть? Он говорит, что ты говоришь тогда и не людей, а... Это говорит царь с дома. Это говорит не Малкицедек. Вообще, как он там оказался в яму? Пал до этого как он туда вышел? Значит, смотрите, что делает, что делает, Малкицедек? Выносит хлеб и вино. А он священник. А он священник у Эль-Эльон. Малкицедек, как священник и как царь города Шалема, не впускает Авраама в свой город. Он выходит им, он выносит. Имеет не зашел мой город. Почему? Потому что Малкицедек, несмотря на то, что он священник или Коэн, у Эль-Эльон в оригинале сказано А он Коэн, везде, где сказано слово Коэн, имеется в виду священник, который служит единому Богу. То есть уже кроме Авраама мы видим, что да, есть уже какой-то Малкицедек, который является священником Богу одному, монотеист. Не только Авраам и не он придумал единобожие, а уже есть человек, который этому единому Богу служит. И так как Авраам на правах победителя имел право завладеть, вступить в права на владение всей вот этой землей, Малкицедек выходит из своего города, закрывает за собой дверь и говорит «прими вот и так далее, и так далее, но в город ты не войдешь, извини, я не дам тебе господство в моем городе». Понятно? Священник Эль-Эльон, священник Бога Всевышнего. Был Малкицедек. Итак, глава пятницы, то есть Авраам отказал царей от того, чтобы стать царем, чтобы взять на себя политическую власть и влиять или господствовать во всей вот этой местности. Там не только дом, не только пять городов, но и вся вот эта местность, которой владели. Почему, кстати, вот эти цари, хамурапи и так далее, вторглись только в нижнюю часть, где был Лот, которая была под влиянием Вавилона. Но они не вторглись в горную часть, которая под влиянием Египта. Почему? А потому что они не хотели войны с Египтом. Иначе они бы всю Палестину захватили. Понятно, да? Но они спустились и пытались завоевать только нижнюю часть, где был долину, где был Лот. Потому что это была сфера влияния Вавилона. Потому что они взбунтовались на 13-й и на 14-й год. Что это значит? Почему нам указано, на какой именно год эти цари взбунтовались? Какая у меня разница на какой год? А раз говорится, значит разница. Тут есть символ. Что такое 13 лет? 13 лет, согласно Танаху, согласно эти тексты, взгляду, мальчик или человек или ребенок становится взрослым человеком. 13 лет. Сегодня это, ну, давно и сегодня в том числе, это называется бар-митсва. То есть, ребенок приходит в синагогу в 13-ти лет, он читает тексты Тары в своей жизни впервые, вот так вот, публично. И это значит, что он, читая эти тексты, уже взрослый человек, и он берет на себя ответственность за исполнение Слова Бога Живого. То есть, пока он до 13-ти лет, он может исполнять, может нет, ну, конечно, исполняли, но он не ответственен за это. Понимаете? А теперь он берет ответственность исполнять все то. Теперь, если он становится самостоятельным человеком, то, что возмутило Хамурапи и всю его компанию, это то, что цари вот этих городов взбунтовались и захотели быть самостоятельными. Они достигли какой-то зрелости в мышлении, в понимании того-то. И вовел вот как взгляда. Никто не должен быть самостоятельным. И Вавилонская башня как символ этого. Никто не должен думать самостоятельно. Все должны думать шаблонно. Вот как партия и правительство тебе скажет, вот так ты и должен думать. И вот здесь вот 13 лет, вот столько чего уже можно сказать, зацепившись за одну вот эту вот цифру 13. 12 лет этим союзным... Под их господством они были, а на 13-й год достигли зрелости. Достигли зрелости. Пришло 13 лет. Все, достигли зрелости. Теперь 15-й. Дальше, после этого. И было после этих событий. То есть, после вот этих событий. Было... Почему все-таки Авраам принял вот это благословение Милфиса Дека и 10-й партия Макдала? Очень интересный вопрос. Ты не заметил вот это вопрос? Очень, конечно. Просто Авраам совершил одну очень и очень важную ошибку. Несмотря на то, что Бобильник вот так как бы ограничивал, как мы вот с вами сказали уже напильником, вот так вот спиливал все вот эти ненужности его, все вот эти шероховатости его, тем не менее, внутри себя он пытался сделать что, Авраам? Совместить и свой взгляд на распространение вот этого единобожия, и взгляд Бога, который ему сказал, как сделать. Он всю свою жизнь пытался соединить в себе два вот этих подхода. Понимаешь? И когда выходит священник Эл-Эльон, и когда ты стоишь в долине царя, там, кстати, сказано, и дал ему десятину из всего. Теперь, кто кому дал, из текста непонятно. То ли Авраам дал десятую часть Мелхиседеку Малхиседеку, то ли Малхиседек дал десятую часть. Но по логике событий, мы можем только догадаться, так как Малхиседек был священник, а вот эту десятую часть дается именно священнику, понимаете, то это значит, то это значит, что десятину из всего дает десятую десятину из всего Малхиседеку как священнику. Но второй взгляд тоже имеет право существовать. Так как Малхиседек вынес, и когда хлеб и вино, и он понял, что Авраам не намерен захватывать твой город, и вообще все, и оставаться здесь в качестве царя, тогда, возможно, Малхиседек дал десятину Аврааму, говоря, так как ты не царь, ты отказываешься быть царем, но так как ты поступаешь, это поступок священника. И поэтому я тебе, как священнику, даю вот десятину из всего, что у меня есть. Возможно, два вот таких взгляда на вот это событие. Если бы вы сейчас не напомнили, вопрос не задали, я бы этот момент пропустил бы, конечно же. Но это очень важный. Это очень, это очень важный момент. Я думаю, что вы с этим... Да, вот отсюда пошло, что в десятину надо... Да, отсюда считается, что в десятину... Теперь, откуда Авраам знал, что нужно священнику платить десятую часть? Кто ему... Ведь это было сказано, если Авраам заплатил. Или откуда знал Малхиседек, что нужно заплатить десятую часть? Дело в том, что есть вещи... Ведь это было сказано гораздо позже, да? Как появляются вообще то, что мы называем заповедями? Как они появляются? Заповеди потом появляются из того, из тех событий, из тех, точнее, поступков, которые совершают люди. Так как была дана десятая часть, то потом из этого сделали заповедь. А не потому, что была такая заповедь, всем известная. А может быть, потому что да. Несмотря на то, что записанного канона не было, это знали все. Потому что, как традиция, которая существовала, которая переходила от отца к сыну. Отец учил сыновей, как нужно поступать, как нужно кушать, как нужно разговаривать, как нужно относиться к священнику и так далее, и так далее. возможно, возможно, это было уже подсознательно у всех и передавалось от отца к сыну, как традиция. А возможно, потом заповедь того, что есть, сходя из того, что Авраам делает или Малкицедок делает и так далее, и так далее. Но до сих пор вот это отношение к десятой части из всего того, что есть, оно приветствуется и оно существует. Почему? Потому что, когда ты отдаешь десятую часть священнику, эта десятая часть священникам благословляется, а так как благословляется десятая часть, вот, эта часть благословляется, значит, все благословение идет на все остальные 90%. И поэтому, когда священник благословляет 10, он благословляет вместе с этим все. Если не даешь 10, урожай не благословляется совершенно. Да, он может тебя насытить, он может тебя обогатить или еще что-то, но нет того браха, благословения, о котором мы с вами сегодня уже говорили, вот этого слова отсутствует. После этих событий было слово Ашем Аврааму в видении. Мне по-принадочной голове еще. Пожалуйста. Как Авраам успел евреям стать? Интересное слово. Впервые. 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 Впервые, когда речь шла, речь идет о Лоте, о завоевании вот этими царями, приходит кто-то и приходит к Аврааму евреям. Первый человек, который называется евреям, это был человек Авраам. Не Аврагам. Авраам. Он пока Авраам. Что имеется в виду? Это слово. А так один. Это слово евреи. Есть такой вариант, что это слово происходит от слова авар. Евреи от слова авар, то есть перешел. Так как Авраам пересек реку, пересек реку Ефрат в свое время, то есть он как бы пришел с той стороны реки, с другой стороны реки, перешел реку, то есть он пришел оттуда, и его стали называть Ягар. То есть по слову перешел через ту реку, как бы с другой стороны сюда пришел. Но другой вариант, да, от слова Эвера. Так как Авраам был продолжателем традиции Эвера, был такой человек Эвер, то Иври может происходить от слова Эвер. То есть Иври – это продолжатель потомок Эвера. Человек, который был Эвер, которого звали, которого до этого мы с вами встречали, слово Эвер. И Авраам Иври мог быть потомком Эвера. Да, в том числе и Ноах. Теперь, после этих событий слово Ашем было Аврааму в видении. То есть мы с вами увидели, что если до этого Господь прямо говорил с Авраамом, то здесь, когда Авраам отказывается быть царем, что такое в видении, когда Бог говорит? Это уже на ступеньку дальше от тебя. Не напрямую, а дальше от тебя. Помните, однажды он в видении. С другими пророками я говорю в снах, в видениях, в том, в другом, в третьем. А вот с ним я говорю как? Напрямую. Если до этого, когда уходит Лот, Ашем говорит с Авраамом напрямую, то здесь, после того, как Авраам отказывается взять вот эту власть на себя, Бог как бы уходит, говорит как бы через вуаль какую-то, через какую-то ширму в видении. Не бойся, Авраам, я щит тебе. Теперь, если Господь обращается к Аврааму и говорит, не бойся, это значит, что Авраам боялся. Чего Авраам боялся, здесь можно только и только догадываться. Но дальше мы читаем. Награда твоя велика. И сказал Авраам, Адонай Элухим, то есть Господь Бог, что ты дашь мне? Я хожу бездетным, и сын хозяйства дома моего, Элиезер из Дамаска. То есть, можно сказать, что Авраам боялся, что все от него ушли, и Лот ушел, и учеников у нас остались. Или вот Шумер будет городом. Там сказано место Шхем. То есть, место будущего города Шхем. То, что мы говорили, вот Шумер. Сказано, дошли до места Шхем. То есть, пока нет Шхема. Он оставляет там учеников своих, потому что дальше мы их не видим. И уже потом они образуют там город, который потом стал называться Шхемом. Но Тора заранее уже называет его город Шхемом. То, возможно, Авраам боялся того, что у него нет детей, а годы идут, а уже и не будет, по всей вероятности. Может быть, этого боялся. Но устная традиция могла говорить о том, что Авраам мог бояться чего? Несмотря на то, что он человек милосердия, он человек благодати, он человек хеседа, и не в его, и он считает, что все люди братья, мы с вами увидели это, видели это, он мог подумать, что во время этой войны он мог убить, или его люди могли убить людей праведных, более или менее праведных. И он боялся за то, что ему придется отвечать за это убийство, при помощи которого он этого лота освобождал. Это есть такой вариант, понимание, это комментарий боялся. А есть по простому смыслу, как мы сказали, боялся того, что у него нет детей, и Элиезер из Дамаска будет его наследником. Может быть, этого он боялся. Но это вариант, это комментарий. По тексту ближе это. Я защита твоя, а из этого слова защита комментаторы как раз-то говорят, что он боялся, что он убил праведников, и тебе придется отвечать за то, что он убил других людей. Но он говорит, я защищу тебя от этого проклятия. Если ты думаешь, что тебя ждет наказание или проклятие, я защищу тебя. Не бойся. Отсюда, от этого одного слова щит берет место вот такой комментарий, что он боялся, что убил там людей. Теперь переходим. Время уже прошло очень довольно много. В главах 15, в главах 15 и 17 дважды говорится о заключении союза, то есть договора или завета, как мы говорили слово. Слово заветное, видите, звучит как брит. Слово что-то новое. Это слово может происходить от слова или бара, сотворил, то есть то, что творят две стороны, творят что-то новое, то есть мой договор с тобой это творение чего-то третьего. Мы творим, то, что мы договорим, мы творим что-то третье вот этим союзом. С другой стороны, слово брит происходит от слова бара, которое может означать отрезание, разрезание. И так буквально союзы, договоры, бриты, заветы и заключались. Бралось животное, разрезалось на две части, и эти люди, два человека, которые заключали договор, союз между собой, проходили между частями вот этого рассеченного животного. И как бы говоря, мы уже об этом сегодня говорили, как эти две части не могут существовать одну без другой и составляют единое целое, и не воюет, правая сторона не воюет, с левой, точно так же мы с тобой не будем враждовать друг с другом, будем жить в мире и согласен, потому что мы как бы части одного единого целого. Теперь, очень широкое. В 15 главе заключается завет, союз земли, которая будет дана Авраму от Нила до Ефрата. Очень широкое понятие. Во 2 главе, в 17 главе, через 13 лет после рождения Ишмаэля, мужа рождается Ишмаэль, Агар и все такое, после того, как Ишмаэль стал взрослым, и он уходит от него вместе с Агар, они уходят, то есть, опять же, отсекается, отрезается что-то от Аврама, заключается второй союз, второй договор, который касается земли Ханаан, только чисто вот этой земли, не от Нила до Ефрата, а от земли Ханаан. Земля Ханаан включает в себя, то есть, земля вот эта от Нила, понятно, да, вот смотрите, вот эта земля от Нила до Ефрата, а Ханаан лишь маленькая часть этой земли. То есть, в 15 главе заключается союз, что вот это будет вся твоя земля, то есть, сфера твоего влияния будет тонкий, большой, да, но жить ты будешь в стране Ханаан, а для того, чтобы ты смог жить в этой стране, знаком вот этого союза, того, что я заключил с тобой вот этот союз, вот этот договор, будет обрезание. Если ты или твои потомки не будут обрезаны, земля вас не примет. Это написано вечно, это будет заболевание. Да, владение будет вечным. То есть, владеть Израиль должен землей от Нила до Ефрата, а жить в стране Ханаан. И в 17 же главе, когда он заключает завет, он говорит такую очень важную фразу, я сейчас хочу обратить ваше внимание, это очень важно. Я, вот союз мой с тобою. Глава 17, 4 и 5. Как здесь написано по-русски? Глава 17, 4. Да, так и написано. Я, вот завет мой с тобой. Я. То есть, в чем завет? Завет. Я. Вот в чем завет. Ты будешь отцом множества и будет имя твое Аврагам. Потому что отцом множества народов дал я тебя. Дал я тебя. Здесь Аврагам, Аврагам, становится Аврагам. Теперь, вопрос для внимательного, очень внимательного читателя. Мы с вами видим Авраама, Авраама, мы с вами видим его жену Сарай, ее имя Сараи. Как по-вашему, кому из двух Господь меняет имя? Одному, второму, никому, двоим. Двоим. И Сараи тоже меняет. Так. То есть, Авраама мы видим сейчас и меняет Сараи. Это взгляд, это взгляд невнимательного читателя. Невнимательного читателя. Вернемся. Вот союз мой с тобой. Я сейчас скажу, почему. Не потому, нет. Я, вот союз мой с тобой. Это очень важный момент для понимания. 4. 17 глава, 4-5. Я, вот союз мой с тобой. Имя, имя Аврам, Аврам, раньше. Можно понять, как Ав и Рам. Ав это отец, Рам это высота какая-то. Высота. Можно понять, и мудрецы комментируют, понимают имя Авра, Аврам, как Ав, Арам. То есть, отец Арама, Арама, отец Арамеев. Но, да, но здесь, здесь происходит нечто другое. Добавляется буква Гей, на вивересском языке буква Гей, запомните ее, числовое значение 5, буква Гей, добавляется в его имя, и он становится Ав, отец, не Рам, а Рахам, множество. То есть, раньше, если он был, считал себя отцом только арамейского народа, то сегодня, то сегодня он будет отцом множества народа. Потому что от одного его народа, его народ будет иметь настолько сильное влияние, что вот это влияние распространится на другие множество народов. Не на все, но на множество народов. Теперь, когда, когда Ишуа, когда Иисус говорит, и в прошлый раз, в прошлый раз вы спросили, как раз задали этот вопрос, это очень важный вопрос. Когда Христос говорит, «Я есть», внимание, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Это Евангелие от Иоанна 14. Что это значит? Как мы обычно понимаем эту фразу? Мы, как правило, откладываем первую часть фразы в сторону и трактуем вторую часть фразы, говоря, что никто не придет к Отцу, как только через меня. То есть, если мусульмане не станет христианином, он не придет к Отцу. Если иудеи не станут христианином, он не придет к Отцу. Если буддист не станет и так далее, понять Алис и так далее. На самом деле нужно внимательно читать то, что говорит он здесь, и нужно понять, откуда он берет эти слова. Он берет, Христос берет эти слова именно отсюда, с этих слов. «Я вот союз мой с тобой». Потому что Христос заключает Новый Завет, Новый Союз, Новый Договор между… это 17.4.5, то, что мы сейчас говорим. 17.4.5 и Евангелие от Иоанна 14.6. Теперь, он говорит, «Я» – это путь, истина и жизнь. То же самое, смотрите, Господь говорит Аврааму, «Я» – вот союз мой с тобой. То есть, путь, истина и жизнь – вот союз мой с тобой. То есть, «Я» как бы гарант вот этого союза. Путь, мой путь, истина и жизнь – вот гарант того, что между нами есть союз. Когда Христос говорит, «Я» – это путь, истина и жизнь, что он говорит, «Никто не придет к Отцу, как только через путь, истину и жизнь». Если бы, как мы сегодня трактуем, и большая часть комментаторов трактует, что мусульманин не придет к Богу, пока не станет христианином и так далее, если это было бы так, тогда Христос сказал бы, «Не придет через меня», а Он сказал бы, «Кто не придет через Сына Человеческого». Потому что Он всегда говорит, когда имеет в виду конкретно лично самого себя, Он называет себя Сыном Человеческим. Он говорит, «Сын Человеческий пришел пострадать». То есть, «Я» пришел. «Сын Человеческий пришел». И мы понимаем, Он конкретно себя имеет в виду. Но здесь Он говорит, что «Я» – это путь, истина и жизнь. Тот, кто не придет к Отцу через путь, истину и жизнь, тот не придет к Отцу просто. Это не значит, что все должны стать христианами. Вот эту фразу Христа я очень бы хотел, чтобы мы с вами понимали, просто читали правильно. Комментарии мы можем давать разные, но давайте просто проявляем взгляд. Вот так, как есть. А в чем этот путь? В чем этот путь? Это неправильный взгляд. Это, знаете, как называется? Когда фраза берется, выдергивается из контекста. Но, знаете, если… Очень грубо если говорить, да? Вот если морковку выдернуть, которая растет, выдернуть, а Христос пока еще не сделал то, что Он сделал, да? То есть, выдернуть из земли, вот так, она расти дальше будет или нет? Нет. Почему? Потому что она не будет соков иметь, не будет того. Вот это значит, когда ты выдергиваешь фразу из контекста и трактуешь ее так, как тебе это нравится, так, как ты это хочешь, так, как тебя научили. Но Господь обращается к Аврааму, выйди из земли и от родства. Что такое родство? Мы уже сказали из дома отца твоего. От традиций того, как нужно эти тексты понимать. Выйдите и посмотрите по-своему, станете самостоятельными людьми. Это то, что Господь предлагает Аврааму. Каждый человек должен найти «я» в своей жизни. Вот это «я», которое является ключом завета. Путь истинной жизни. Здесь же в этой книге, книге «Бытие» сказано, в чем он, путь Бога, соблюдать милость и справедливость. Это, если я не ошибаюсь, глава 12 или 13. Вы мне напомните, я найду ее, когда мы закончим сегодняшнее обсуждение. То есть путь Бога – это уметь соединять в себе милосердие и справедливость. Уметь соединять в себе вот эти два качества. В этом вырабатывается твое «я». То есть, иными словами, всякий, кто не сможет сбалансировать, найти гармонию между двумя крайностями в себе, не может прийти к Отцу. Понимаете? Он всегда будет или в ту сторону, или в другую сторону. Его взгляд будет направлен или влево, или вправо. Но тот, кто найдет в себе вот этот баланс, «я», который называется здесь, тот придет к Отцу. Это называется путем, истиной и жизнью. Кстати, третья категория, то, что мы говорили, «яаков», который умеет соединять в себе качество Ицхака и качество Авраама, и знает, когда использовать то качество и то качество. Мы сказали, что его свойство или его качество называется тиферет, или красота. Еще по-другому, его свойство и качество называется эмет, истина. То есть истина – это умение соединять в себе противоположности. Теперь вернемся к Сара, к Сарай. «И сказала Лухим Аврааму, Сарай – жена твоя, не называй имя ее Сарай, потому что Сара – имя ее». Оказывается, всю жизнь ее имя было Сарай, но Авраам называл ее Сарай по-другому. То есть текст говорит, что Бог говорит ему имя имя. А насчет Сары он говорит ему, не называй ее так, как ты до этого называл Сараи. Называй ее Сарай, потому что Сара – имя ее. Не будет ее имя Сарай, а ее имя ее всегда было. Всегда было. В чем разница? Сараи – вообще корень Сар, он, кстати, включен в слово Исраэль, Сарэ, тоже включено туда. Сара – это госпожа. Сараи в конце «и», Адонаи, значит, госпожа моя. Всю свою жизнь Авраам назвал ее госпожа моя. Понимаете? С этого момента, когда тебе для Авраама она, да, госпожа. Но когда тебе сегодня поменяли имя, знай, что она не может быть твоей госпожой. Потому что ее имя всегда было Сара, просто госпожа, просто владычица, та, которая уже царствует. Да? «И упал Авраам на лицо свое, и засмеялся, и сказал в сердце своем, у столетнего родиться». Смотрите, это говорит человек, которого называют отцом веры. И упал Авраам на лицо. То есть нельзя думать, что он отец веры, значит, он шел как робот. Никогда не сомневался, никогда не спотыкался, никогда не ошибался, ничего подобного. Отцом веры становится тогда, когда в тебе появляются сомнения, страх, незнание, непонимание, но ты преодолеваешь его. Вот когда ты получил в себе способность преодолеть, вот тогда ты становишься, да, отцом веры. Мы с вами уже говорили, почему до какого-то этапа у Авраама не рождается Ицхак. Потому что в нем самом пока еще Ицхак не родился. Он что-то еще не преодолел в себе. Смотрите. «И упал Авраам на лицо, и засмеялась. Смеялся». Потом мы видим, Сара засмеялась. Тут он засмеялся. «И сказал в сердце своем», то есть внутри себя, «У столетнего родится, и если Сара 90 лет родит». Это такая фраза. Так она звучит в оригинале. «И сказал Авраам Элухим, лишь бы Ишмаэль жил перед тобой». Что он говорит? Ишмаэль уже родился. То есть ты сейчас мне, Господь Бог, говоришь, что у меня у столетнего родится ребенок, Сара родит 90-летний, и у него все женское прекратилось и так далее. Не смеши меня. Пусть Ишмаэль, который родился от наложницы, пусть он будет жив. Все, мне этого хватает. Что делает Авраам? Во-первых, это сомнение уже здесь есть. Во-вторых, он еще раз говорит, что его взгляд, почему он выходил из Харана со своими целями, продолжается. То есть кто такой Ишмаэль? Ишмаэль – это его контакт с тем местом, которое он очень любил, с Египтом. Это его плод, его соединение с Египтом. Агар была египтянкой. То, что между ними и Египтом рождается, это Ишмаэль, и он по-прежнему продолжает на него делать свою ставку. И, кстати, интересный момент. Тора показывает, что Авраам вот здесь любит своего сына Ишмаэля. А когда что до Исаака, Ицхака его сына, нигде не сказано, что Авраам любит Ицхака. Но когда дальше мы увидим в следующей главе обращение Бога к Аврааму и говорит, «Принеси сына твоего Ицхака, которого ты любишь», может быть, это был какой-то намек со стороны Бога. Сына, которого ты любишь. А какого сына я люблю? Ишмаэля? Его нет здесь давно. Его нет давно. Кстати, в Коране написано, что жертвоприношение, так называемое жертвоприношение, оно не совершилось, но происходило не с Ицхаком, а Авраам принес своего сына Ишмаэля. В Коране написано именно так. Вот такое, когда сдвигается. «И сказал Аллахим, но Сара, жена твоя, рожает тебе сына, и назовешь его имя Ицхак, и установлю завет мой с ним, союзом вечным, потомствуй его за ним». Итак, мы уже говорили, что Аврааму имя меняется, а Сарай просто уточняется, что ее имя не так знай, а ее имя по-другому. Вот что. То есть мы думали, что бесплодна Сара. Мы так думали всю свою жизнь, и Паранам об этом говорит. Но как только Авраам делает обрезание, Сара рождает. Значит, проблема была не в ней, или точнее была проблема в ней. Но почему? Потому что в нем, в Аврааме, была проблема, потому что он не смог от себя отрезать, ему речь то лишнее, что мешало ему родить сына вместе с Сарой. Теперь вопросы, которые у вас есть, или возникли. Почему потом дальше написано, «Исмаил жил напротив своих братьев». Как понять это? Тут то, что сегодня рука его, то, что уже вопрос задавался, Исмаил был рука его на всех, и рука всех на нем. Что такое против? Мы с вами это слово... Это двойное значение. Да, мы с вами это слово уже встречали. В первый раз мы это слово видели где? Когда Господь Бог приводит к Адаму, человеку первому, женщину, жену, и говорит, сотворим человека, ну, по-русски, конечно, сложно, соответствую помощницу, соответствующую ему. В оригинале сказано, мы с вами уже об этом говорили, и перестроил. Сделаем ему помощник против него. Как понять помощник против? Если помощник, он за. Он за меня? Вот здесь уже заключено вот это двойное качество. Все строится на двойном. И мы с вами уже сказали, что слово берешит, первая буковка Б, с которого начинается вообще-то она, уже обозначает двойку. Все в Библии двузначно. Все. Нет однозначного. И в том числе жена, которая ему рождается. То есть, это зависит от. Если ты будешь следовать своей миссии, она будет помощником тебе. Е, который будет направлять тебя, которая будет всегда тебя поддерживать, и так далее. Если ты отклонишься от своего изначального пути, то она будет против тебя. Но против тебя это не значит против тебя в буквальном смысле. А она будет тебя направлять к твоей изначальной миссии. Чтобы ты изначально... Она тебя как бы сдвигает на ту сторону. Если ты уходишь в сторону, она будет направлять тебя именно в ту сторону. Как есть потрясающая фраза одесская, на то она и жена, чтобы в гроб вгонять. Так что вот, на то она и жена, чтобы направлять тебя в нужное русло. Почему? Потому что только муж и жена вместе называются человеком в Танухе. Не отдельно жена, не отдельно муж, а только два вместе называются человеком. А свою миссию в мире должен исполнить именно человек. И здесь, продолжая отвечать на ваш вопрос, то есть Ишмаэль был напротив него. Мы с вами дальше увидим, что по большому счету Ишмаэль и Ицхак, который был на 13, на 14, может быть, лет, Ишмаэль был старше Ицхака, но они никогда друг с другом не конфликтовали. Ишмаэль считается родоначальником чего? Какого вероисповедания? Ислам. Ислам. Мусульман, да, Ислам. Ицхак – это иудаизм. Но кроме одного случая, когда было сказано, что Ишмаэль насмехался, вот как-то так вот он посмотрел, кроме вот этого случая, но когда мы с вами видим, что они вдвоем пришли хоронить Авраама, отца своего, сказано, и пришли Ицхак и Ишмаэль. Порядок слов, мы учимся читать Библию. Порядок слов важный. То есть Ишмаэль встал на второе место, несмотря на то, что он первый, он встал на второе место, он позволил Ицхаку быть первым. И между ними, по большому счету, конфликта особого не было. Какой, допустим, был между, допустим, Яковом и Исавом, допустим, между Иосефом и между его братьями, там был конфликт, явный, но между ними, по большому счету, конфликта не было. Но если они отходят, если сейчас, да, но если они, почему? Потому что они отходят от своей миссии. Почему возникает между ними конфликт? Потому что братья отошли от своей миссии. А так как они отходят от своей миссии, возникает конфликт, который сделает конфликт, сблизить их и поставить их каждый на свою дорогу, на свой путь. Отсюда и конфликт. Ну как, это уже вопрос. Как, это уже вопрос. Но то, что между ними конфликт, который отсутствовал в книге про образов, книга прототипов, это книга «Берешит», книга «Бытие», но конфликт возникает, это признак того, что они ушли в разные стороны, они откололись. Они все должны были быть вместе. Соединяться, сочетаться, как-то уметь сосуществовать друг с другом. Но когда один выходит за рамки и выходит из берегов... Кстати, Ишмаэль, Ишмаэль, это тоже характер Авраама. Это тоже характер Хеседа, характер милосердия, которая не знает границ, не имеет границ. Вот это характер. Ишмаэль – это такой Авраам, который не нашел в себе способ как-то урезать вот эту свою благодать. Вот это Авраам, Хесед. Ицхак – это такой Авраам, который сумел урезать свое Хесед, свое милосердие. Еще есть вопросы? Вот что вы сейчас объяснили, да, вот столько времени. Знаете, как это очень интересно, очень хорошо, чтобы все люди бы поняли, почему. Потому что на этой почве, на этой почве, политиканы в свое время когда-то, когда-то, когда-то строили другое. Мусульманы, христианы, воины и так далее. Да, частично вы правы. Обычно, это еще один очень важный вопрос. Должен ли, я однажды задавал вам его, но еще раз задам. Должен ли верующий человек быть политиком? Или по-другому. Должны ли верующие люди идти в политику? Ну почему я среди политиканов не верю в жилье? Здесь есть два подхода, два взгляда. Два взгляда на это. Обычно, традиционно считается, что политика – дело грязное, дело нехорошее, дело небогоугодное. И верующему человеку, там нужно лгать, нужно это другое, и верующему человеку нет места в политике. Так считает 90% людей, верующих или неверующих, немедленно. На основании сегодняшней главы книги Берешит, главы Лех-Леха, которую мы с вами сегодня пытаемся, только пытаемся пройти, конечно, мучение, но умную часть всего в истории записано. Мы просто пробежались чуть-чуть по ней. Ну, уже сколько чего, сколько глубины мы с вами видели. На основании этой главы можно сделать очень глубокий вывод о том, что верующий человек не просто может, а обязан идти в политику. Я тоже так. Один из президентов Америки был... Ну, это исключение. К сожалению, это исключение. Но я имею в виду общую концепцию, я сейчас определю. Скажу вам, в чем дело. Так как верующие люди, люди совести, люди чести, люди духовности, всю свою жизнь отказывались идти в политику, святое место пусто не бывает. На это место пришли люди хитрые, люди такие, всякие, почему? Потому что мы, верующие люди, уступили им это место. сегодня мы с вами определили, что способ политического влияния это один из эффективных воздействовать на мир. Если христианство в том числе имеет своей целью воздействовать на мир, а христианство же имеет такую цель, воздействовать на мир, показать миру любовь, показать миру гармонию, справедливость, влиять на мир христианство должно? Да, должно. А политика один из очень важных, очень ценных и очень эффективных способов воздействовать на окружающие народы и на свой народ в том числе. Так как Авраам, вот на истории с Авраамом мы с вами это можем увидеть, отказался взять политическую власть над этими народами, что там случилось? Эти народы окончательно деградировали к власти, так как Авраам ушел, власть опять взяли люди, которые не очень чистоплотные, не очень, не очень, не очень, потому что верующий отказался, потому что он тоже не считал, что в политику должны идти верующие люди. К власти не очень хорошие и окончательно уничтожили этот народ морально, физически, физически и так далее. Авраам это понял позже. Где мы с вами можем видеть, что Авраам чувствует свою вину потому, что он не взял тогда власть в свои руки? Из какого эпизода? Это мы дальше будем проходить, но вы-то уже читали это. Когда этот город, город с дом и остальные другие города были призваны быть уничтожены, уничтожены, Бог как бы торгуется с Авраамом. Давай-ка, давай-ка, хотя бы вдруг праведников там 50. почему он торгуется? Потому что он понимает свою вину перед этим народом. Потому что если бы Авраам взял власть над этими народами, как по-вашему, эти народы упали бы, деградировали бы морально или нет? Может быть, и упали бы. Секунду, 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 секунду. Другому смотрю. Есть очень хорошая фраза. Рыба гниет откуда? Головой. Если в голову придет, грубо говоря, человек, который по-другому смотрит на мир, по-другому смотрит на Бога, по-другому смотрит на мораль, потому что тот мир не знал морали, Авраам был представителем этического монотеизма. То есть такого единобожия, который признает мораль, то есть совесть, то есть то и другое. Если бы он взял власть над этими людьми, мы не знаем, они потом такими стали или они в тот момент были такими. Мы не знаем. Но когда, о городе-сдоме не сказано было, в Ноэсдрос. Но когда мы с вами видим, что у Авраама был способ изменить людей, но он этим способом не воспользовался, Авраам потом увидел свою вину за эти города. Мы не знаем, но возможно из этих оказалось, что даже 50 человек не оказалось праведников. Но возможно Авраам, я не говорю, что он изменил бы 100%, так не бывает. Но возможно в тот момент, после того, как Авраам взялся бы за это, что нет, нашлось 50 праведников, возможно, в этом городе. и поэтому этот эпизод с Авраамом может быть иллюстрацией того, что верующий человек должен идти в политику, когда он оказывается на этом уровне, не то, что рваться, вот рваться, а когда есть такая возможность, и он от нее отказывается, потому что он считает это плохим путем. История с Авраамом показывает, что нет, верующий человек может и даже должен идти в политику, только лишь, только лишь, если он внутри является человеком моральным, и только если он видит миссию свою в том, чтобы изменить человечество и способ влиять на мир в его руках есть. То есть на основании этого эпизода да, можно сделать такой комментарий. Вот что я хочу сказать вам. А я что хочу сказать? По фамилии, по фамилии, по фамилии, сейчас не по единственным, кого я увидела бескорыстно, это себя. Ну, это сейчас не имеет отношения к нашей теме. Скажите, давайте. Я, значит, обычно так, может быть, скажешь, что я, когда что-то бывает с верующих объекта, я считаю, все верующие христианина. Почему с тобой это случилось? Бог, давайте послушаем. Когда я читала интервью Билли Грема, дочку Анны Грема, ответ телекомпании, почему задали вопрос по телешоу было, от телепередачи. почему Бог допустил 11 сентября не случилось над Америкой. И она ответила, у нее там очень много, у меня там где-то это лежит, у меня два-три скажут, там остальное это надо все читать. А почему Бог допустил этого? А как? В школах отменили молитвы. В школах отменили, именно она имеет в виду в Америке. В школах отменили читать Библию. В школе она очень мила. В школе говорит, детей нельзя наказывать, а вот оставить бессердие, как вы объяснили, и Бог справедливый, да? Иной раз, когда что-то наказывают, люди, некоторые, понимают, что Бог что-то тебе плохое делает, а Бог накажет, я говорю, Бог не накажет, как вы думаете, мать, когда ставит другом ребенка, на некоторое время для чего? Она исправляет его. ребенок почувствовал, почему я стою, где моя вина, и чтобы ты справился, она очень много То, что мы так есть. Мне, знаете, как понравилось, очень много примеров, а как вы предсчитаете? То, что мы называем наказанием, наказанием, лучше и правильнее было назвать исправлением, которое Бог допускает, которое Бог совершает по отношению не наказывает Бог, а исправляет тебя таким путем, или таким путем, или еще другим путем. Происходит исправление. Вот это более точное слово. Еще. 15-16 вопрос. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Марии в достижении не наказывает. Да, да. То есть, такое впечатление создало, справедливость... Да, это самое, это вот переломную точку, как бы, вот их мера беззакония не наполнилась. Справедливость, справедливость Бога такова, что, пока народ соблюдает определенные, скажем так, этические или моральные правила по отношению друг к другу и по отношению к Богу, то Бог позволяет этим людям пребывать и жить на этой земле. Как бы сама земля дозволяет это до определенной границы. Но когда... Да, то есть, сейчас они не совершают пока чего-то такого, за что я должен их выгнать. Моя справедливость не позволит этого, потому что, если я сейчас выгоню их, мне скажут, что ты Бог лицеприятен, ты ради своих любимчиков эту землю освобождаешь и им даешь это место. Но нет. Пока я позволяю им жить, как они живут. Вот когда они дойдут до границы, тогда вся земля исторгнет их, вообще выбросит, земля их не примет. Потому что у земли есть реакция. Когда земля получила кровь Эвеля, сказано, земля кричит ко мне из земли. То есть, Бог, вот его справедливость делает так, что должна наполниться определенная мера. То есть, у Бога все есть в меру. И его милосердие в меру, и его наказание или его исправление, как мы уже сегодня сказали, тоже в меру. Все в меру. У Бога нет ничего через меры. Через меру. Или так, или по-другому. То есть, он ожидает, да, подожди, пока эти народы сделают то, что сделают. Потому что и совесть Авраама бы тоже ему не позволила из того, что мы сегодня узнали. Выкинуть их оттуда. Да, и жить потом спокойно и хорошо на этой земле. Потому что мы знаем, что он человек, у которого есть совесть. Его совесть не позволила бы потом жить в том доме, в котором, это как, знаете, сегодняшний пример какой, да, человек взял долг, кредит в банке, да, все продал, но не мог выплачивать банку, не может. Уже все, что можно было. В голоде, в холоде все, он и банк потом задерживает. Ее покупает человек, банковский служащий, который знает, за что его потом выкинули, и в этой квартире он сможет жить без проблем, без ничего, да. Нет, Авраам не смог бы, его совесть бы не позволила его жить потом на этой земле. Но, но, так как они совершили, они сами включили механизм самоуничтожения. В каждом человеке он тоже, кстати, заложен. Пока они дошли до определенной меры, все земля, их исторгует, земля освободилась. Все, теперь вы идите. А как Холокост? Как Холокост, это не вопрос. Конкретно вопрос задайте. У меня нет на этот вопрос, на этот вопрос ответа, но я знаю одну вещь. Это вопрос, который задают люди, начиная с 40-х же годов, с 40-х же годов люди начинают задавать этот вопрос. Почему Бог допустил уничтожение стольких миллионов евреев? Дело в том, дело в том, что мы говорим одну сторону, но не говорим другую. Товарищ Сталин тоже уничтожил когда называется. Но, почему земля допустила, почему Бог допустил такое массовое уничтожение? Мы с вами видим пример этому и только лишь этому из книги, из книги бытия. Когда человек отворачивается от своей миссии, когда человек перестает делать то, ради чего он пришел на эту землю, когда человек теряет свое лицо человека, Бог как бы отпускает его, как бы позволяет ему жить так, как он этого хочет. Как у фараона, он называет ожесточением его сердца. Не потому, что теперь фараон хочет, не хочешь, не хочешь, должен сделать так, как Бог решил. Нет. А потому, что Бог укрепил его. То же самое, Бог как бы отпускает их и нужно для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучать историю этого народа. Холокост это не то, что случилось. Холокост это то, к чему евреи пришли годами, шли годами и веками. Нужно посмотреть на их историю, как они себя вели, к чему они стремились, к чему они достигли, к чему были их желания. И только тогда мы можем и то частично понять, почему Бог допускает. Это один из очень сложных вопросов, почему Бог допускает страдания. Я не думаю, что на этот вопрос может кто-нибудь ответить вот так вот емко, и вот так вот однозначно, и вот да, вот поэтому. Нет. Но мы можем просто предполагать, что когда человек не следует, вот этому с ним случается другая крайность. Или да, или по-другому. Если он упивается, уходит в одну крайность, с ним случается потом другая крайность. Иосиф, тут судомский царь говорит, вернем не людей, а золото оставить. Здесь еще одна ошибка. То, что они воинами, для войны ему нужно было здесь сфера влияния. Сфера влияния. Сфера влияния. Значит, здесь Авраам совершает еще... Здесь, здесь... Здесь Авраам совершает еще одну ошибку. Он прекрасно понимает, для чего царю с дома отметил, что это сфера влияния, это деньги, которые он получает, это господство, это война, войны, все, что угодно. Но Авраам мог сказать, что сегодня я на правах царя говорю тебе, эти люди идут со мной. Они будут со мной. Ты не будешь. Твое влияние на этих людей окончено. Да? Или по-другому. Я повелеваю тебе изменить закон. Отныне, так как ты поступал с этими людьми, отныне перестанет поступать вот так. Потому что сегодня новые правила и так далее. Авраам отпускает их. Допустим, бери свое ради Бога. Ну, ради Бога, чтобы никто не сказал, что я обогатил Авраама, я не возьму от тебя и шнурка этого. Здесь работала, сложно сказать, может быть, гордость Авраама как персоны, как личности, как одного человека. Возможно, да. Чтобы никто потом не сказал, чтобы ты не сказал, что вот я обогатил Авраама. Царь дома, что такое мог сказать? Я Авраам. Ты кто такой, что ты меня потом обогатил? Нет. Но с другой стороны, влиять на ли? Еще одна галочка в сторону политики. Авраам мог повлиять. И эти люди, не зря они были сюда включены в рассказ, в текст. Потому что ради людей ты хотя бы должен был взять власть над этой землей, над этой территорией. Но ты это не берешь. Но здесь показано, что даже царь с дома хочет влиять на людей, Авраам как бы не хочет влиять на людей. Потому что он видит свою миссию, к сожалению, видит свою миссию в другом. И здесь еще одна ошибка Авраама. Мы с вами видим, что он совершает очень много ошибок. Несмотря на то, что он отец веры, что он то, что он другое, но его величие Авраама в том, что он преодолевает и понимает, и исправляет. Вот в чем его величие. А не в том, что его же шла гладко, все у него хорошо, он легко верил, он легко поддавался, он легко отдавал, он легко принимал. Ничего подобного. Потому Бог часто является, не бойся, не бойся. Часто обращается, потому что Авраам в молитвах обращается к Богу и просит у него защиты. Поэтому Бог приходит и говорит, не бойся. Не просто так Бог пришел, вдруг сказал, не бойся. А что, я и не боялся? Нет. Как раз боялся. Как раз молился, как раз обращался, как раз искал у него защиты. Или думал, у кого бы искать защиту. И тут приходит Бог, говорит, я твоя защита. Не надо искать защиту там, там или там. Я твоя защита. Ещё есть вопросы по тексту? Как видите, обрезание плоти, орла, обрезание плоти. Орла – это и есть то самое место, тот самый кусок кожи. Спасибо, что вы меня втравляете в физиологию. Но тот самый кусок кожи, который отрезается, тот самый лишний участок кожи, который отрезается от мужчины, который принимает завет Авраама, он называется орла. То есть, орла – это буквально покрытие, то, что покрывает. То, что покрывает, нужно срезать и убрать. Урла. Мог бы это не было бы, не сказать. И вот именно это. Вы знаете, что половой инстинкт является одним из очень сильных инстинктов в человеке. Но этим не урли. И отрезание его, обрезание его, как бы отрезает какую-то часть самого инстинкта. То есть, как бы инстинкт становится слабее. Не видно, расплодились полно. Расплодились, расплодились. Извините, я сейчас вернусь к вашему вопросу. Расплодились потому, что они понимали свою миссию. Большой народ. Много людей от Авраама должно произойти. И вот почему расплодились. А не потому, что... Орлы ваши и орлы его. То есть, и ваши это в общем имеется, да? А его это конкретно Аврааму. Напомните мне текст, глава. Глава 18. Плоть орлы вашей будет знаком союза между мною и между вами. Да. И? И Аврааму 99 лет при обрезании им плоти Орлы и Бога. То есть, это орла ваша... Это какой бог? Орла... Да. Орла ваша имеет в виду народ, который от тебя произойдет. А орла его конкретно, его конкретно Авраама. Да, так и есть. То есть, начинается все с тебя. Ты первый, как бы, который... Кстати, кто был первым человеком, первым евреем, который был обрезан на восьмой день? Внимательный вопрос, слушайте. Кто был первым евреем, который по традиции, согласно этому, на восьмой день был обрезан? Ицхак. Ицхак был первым евреем. Первым ребенком Авраама, который был обрезан, был Ишмаэль. Ишмаэль. Ребенком, но он же был взрослым. А первым уже по-настоящему ребенком восьмидневным, который вот по закону уже... ...может в этой стране, потому что не будешь жить в этой стране, земля тебя что? Выкинет. То же самое, когда Моше потом уходил откуда-то, вы помните, ночью на дороге пришел Господь Бог, чтобы убить младенца сына Моше. Но его жена обрезала, и потом как бы Бог успокаивается. Почему? Потому что вот, чтобы иметь право жить на этой земле, но это не только потому, кстати, это очень интересно, взгляд Моше и как взгляд Моше тоже менялся на протяжении всей истории Моше. Точно так же, как взгляд Авраама менялся, он думал, что его миссия находится в этом, в этом, но Бог сужал его миссию, говорит, ты должен быть народом, национальной структурой, народом, и тогда ты сможешь влиять, как народ, на другие народы. А какая связь народа с другими народами? Политическая, религиозная, культурная и так далее, и так далее. Пустыни, значит, тоже обрезали. До пустыни мы дойдем, до пустыни мы дойдем, секунду, до пустыни мы дойдем, но заранее скажу. Когда Ишуа бен Нун, или Иисус Навин, когда Он призвал народ сделать, как бы сказано, второе обрезание, это были обрезаны не те же самые люди второй раз, как считают многие, а второе обрезание, второе обрезание, были обрезаны те люди, которые родились в пустыне, но в пустыне обрезание не делалось. А так как они входят в землю, и чтобы жить, иметь право жить на этой земле, им делается обрезание. То есть второе обрезание, это обрезание тех людей, которые в пустыне, которым не делали обрезание в пустыне. Не надо, не надо. Спасибо. Понятно. Я не поняла. Почему? Не знаю. Значит, были люди, которые были обрезаны, потом они вышли в пустыню, в Израил, в Египте были обрезаны, потом они выходят, чтобы им войти, и они не обрезались. Но их же нужно было обрезать. И когда они прошли вот эти 40 лет, потом им делали обрезание. После пустыни. И не только новорожденным и взрослым, чтобы им войти в землю и жить в этой земле. Сумоли как еще и года, если бы они были в пустыне. Стали взрослые, эти два человека, да, но те, то новое поколение, которое родилось в пустыне, оно обрезано не было в пустыне. Его обрезали потом, после исхода. Слушайте, а там же написано, что бесконечно это будет этот самый закон соблюдаться. Написано же, нет? Что? Ну, его же соблюдают. Все же соблюдают. Потомки Авраама. Потомки Авраама, да. Физически те потомки Авраама, которые есть, это ишмаэлиты, то есть мусульмане с одной стороны, и сторона Ицхака, то есть то, что мы сегодня называем иудаизмом, иудеями. И эти две ветви очень строго соблюдают на восьмой день обрезания. Безусловно. Это совсем другой разговор. Совсем другой разговор. Потому что он, Павел, в том числе считает, что если ты иудей, ты тоже должен быть обрезан. И поэтому Тимофея он обрезает. Если ты не иудей, тогда не стремись к обрезанию. А делай по-другому. Так он сам же был, Павел? Безусловно. Безусловно. А как же? Без этого нельзя. И вот то, что вы говорите, милосердие сужалось, сужалось, это хорошо поняла, записала? Аминь. Да. Павли с Ацудхра, он что-то там с глазом, это... Гекл, чем и... С одной стороны, да, в Павле, в апостоле Павле тоже было сужено его милосердие. С одной стороны, достаточно, да. С одной стороны, то есть имей то, что имеешь, не лезь, куда тебя не просят. Нет, это не значит, что он плохо виден. Есть и другой вариант. Или благодать дати. Или благодать, мы знаем, что это хэсет, достаточно для тебя. Это значит, что в тебе достаточно хэсета для того, чтобы ты сам смог себя исцелить. В тебе хватает силы, чтобы исцелиться. Но однако же просилил. Послушайте, вы путаете причину и следствие. Не путайте. Павел просил избавить, и Бог ему отвечает, в тебе довольно моей благодати. Все, выбери. Как стева, ковчег, кнуаху. И то значит, и то значит. Выбери. Или ты, или ты целиком надеешься на меня и урезаешь свою, вот, то, что в тебе есть благодать. Или с другой стороны, просишь и зависишь целиком от меня. Или с другой стороны, в тебе хватит благодати, чтобы самому исцелиться. Я в тебя вложил много исцеления. Оно у тебя уже внутри. Воспользуйся им и исцели себя. Вот что значат эти слова. То есть здесь можно и так понять, и так. Как понять дело выбора самого человека? Он не воспользовался той благодатью, которая в нем есть, чтобы исцелить самого себя. От вот этой болезни, как вы говорили, это болезнь глаз, или это болезнь... Ну, чтобы он потом не своей рукой писал. Нет, то, что... Секундочку. То, что у него... То, что у него были сложности со зрением... Постарел тоже. Не постарел. Он об этом писал и писал. Но с другой стороны, по его текстам можно будет сделать такой вывод, что у него не обязательно была болезнь глаз. Нет. Возможно, в нем была какая-то другая болезнь. Кто-то называет ее болезнью подучей. В старом... В коллепсии. Да, в старом... На языке девятнадцатого века называет. Кто-то считает, что у нее еще какая-то другая болезнь была. Мы не можем определить сегодня точно, какая болезнь... Но то, что что-то было, это да, однозначно. Но что конкретно, мы не знаем. Но то, что кто-то писал, а он в конце просто подписывал, это было традиционным... Все так делали. Он настолько быстро думал, что он диктовал. Кому тот записывал, понимаете? А Павел в конце писал, то есть как бы печать свою стала, что подпишет. Это я. То есть у него не было буквально печати, да? Но он писал, что это я, Павел. Моей рукой было написано или согласно с этим. Это уже, да, много для меня. А ему разве мало было, его благодать во всех отношениях? Все, на сегодня, как я понимаю, все. Хорошего понемногу. Дай вам Бог здоров.